Тургенев в его последние приезды на родину Сергей Львович Толстой, Тургенев в Ясной Поляне Старший сын Льва Николаевича Толстого Сергей Львович Толстой, 1863-1947 годы, автор известных мемуаров «Очерки былого» наиболее полно и подробно рассказал о встречах своего отца с Иваном Сергеевичем Тургеневым, произошедших после их длительной ссоры. Об этом воспоминания Афанасия Фета в первом томе настоящего издания. Сергею Львовичу Толстому было 15 лет, когда он впервые встретился с Тургеневым. Он, живее других из большого семейства Толстых, запомнил и передал облик писателя во время его столь знаменательных приездов в Ясную Поляну. Автор использовал в своих мемуарах самое ценное из воспоминаний домашних и гостей, присутствовавших в разные годы на встречах с Тургеневым в Ясной Поляне. Это прежде всего дневниковые записи Софьи Андреевны Толстой, записки Татьяны Львовны Сухотиной Толстой, воспоминания Берса. Текст печатается по изданию Сергей Львович Толстой, очерки былого, издание Третье, дополненное, Тула, 1968 год. Тургенев и Толстой. История их взаимных отношений, столкновения двух различных мировоззрений, двух разных характеров. Какая богатая тема для историка литературного исследования. Однако это не входит в мою задачу, я хочу только рассказать нечто из последней главы истории этих отношений, а именно про посещение Тургеневым Ясной Поляны в 1878, 1880 и 1881 годах, чему я лично был свидетелем. 1877 год был критическим годом в жизни моего отца. Он говаривал, что человеческое тело совершенно переменяется каждые семь лет, а что он совершенно переменился в 1877 году, когда ему минуло семь на семь сорок девять лет. Тогда произошел перелом в его мировоззрении, описанной им в исповеди. Этому душевному кризису предшествовали тяжелые переживания, сознание, тщеты жизни и страх смерти. Новое религиозное отношение к жизни потребовало проверки себя и своих отношений к людям. Личных врагов, думается мне, у моего отца не было, но неприязненные отношения с Тургеневым его тяготили. Тогда он написал Тургеневу следующее примирительное письмо. Иван Сергеевич, в последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писание, и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне любил вас. Искренне, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только благо — любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся. Граф Лев Толстой, адрес Тула, 6 апреля 1878 года. Тургенев ответил и с Парижем, 8-го, 20-го мая 1878 года. — Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил ваше письмо, которое вы отправили почтой. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам. Если они и были, то давным-давно исчезли, и осталось одно воспоминание о вас, как о человеке, к которому я был искренне привязан, и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю вам всего хорошего и еще раз дружески жму вам руку, Иван Тургенев. В августе 1878 года Тургенев был в Москве, и 4 августа написал Льву Николаевичу. — Понедельник пробуду в Туле, где у меня дела. Мне самому хочется вас видеть, и к тому ж у меня есть поручение до вас. То, как хотите, приедете ли вы в Тулу, или я заеду к вам в Ясную Поляну, откуда отправлюсь далее. Через несколько дней Тургенев телеграфировал, что приедет со станции Тула в Ясную Поляну. Отец сам поехал в Тулу его встречать, взяв с собой своего Шурина, молодого правоведа Степана Берса. О том, как встретились оба писателя после семнадцатилетней разлуки, и какие были их разговоры в коляске в те полтора часа, когда они ехали из Тулы в Ясную Поляну, записей не сохранилось. Надо предполагать, что встреча была сердечна, и что оба они избегали неприятных тем разговора. И вот Тургенев в Ясной Поляне. Всего-навсего Тургенев приезжал в Ясную Поляну четыре раза. 8-9 августа 1878 года, 2-4 сентября того же года, 2-4 мая 1880 года и 22 августа 1881 года. Об этих посещениях есть записки Степана Берса, Менгден, моей матери, сестры Татьяны и брата Ильи. Я постараюсь последовательно вести свой рассказ, проверяя свои воспоминания этими записками и обратно. Однако я не могу ручаться за то, что хронологически мой рассказ будет верен, ведь с тех пор прошло много лет. Особенно трудно установить, имели ли место те или иные разговоры или факты в первое его посещение в августе 1878 года или во второе, в сентябре. Поэтому мой последующий рассказ будет столько же относиться к первому посещению, сколько ко второму. Летом 1878 года в Ясной Поляне по обыкновению жило много народа. В большом доме жила наша семья, состоявшая, кроме родителей, из четырех братьев и двух сестер. Мне старшему было пятнадцать лет, сестре Татьяне тринадцать, Илье двенадцать и так далее. В то время у нас жили француз-гувернер Мсье Мантель, бывший коммунар 1871 года, скрывавшийся в России под фамилией Ньев, гувернантка-англичанка и наш большой друг, учивший нас русскому и математике, бывший член кружка Чайковского и Маликова Алексеев. Во Флигеле жила семья Кузьминских, кроме того, в Ясной Поляне почти всегда гостил еще кто-нибудь. В то время гостила баронесса Менгден с дочерью и Степан Берс. Все мы, конечно, с величайшим интересом ждали Ивана Сергеевича. Я знал, что Тургенев большого роста, но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном, великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с мягкими, как мне казалось, мускулами ног и с густыми, хорошо причесанными белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким, хотя он был роста выше среднего и моложе, чем он был. Правда, Тургеневу было шестьдесят лет, а отцу пятьдесят. Но Тургенев был совсем седой, а у отца были темные волосы без проседи. В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно, любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно. Тургенев привез с собой прекрасные дорожные вещи, дорогой кожаный чемодан, изящный НССР, две щетки слоновой кости и прочее. Я помню его бархатную куртку, такой же жилет, шелковый галстук, мягкую, тоже, кажется, шелковую рубашку и двое прекрасных золотых часов. Часы он с удовольствием показывал и говорил, что они хронометры, что он вообще любит хорошие часы и наблюдает за тем, чтобы они ходили верно и одинаково, минута в минуту. Еще у него в кармане была изящная табакерка с нюхательным табаком. Он говорил, что бросил курить, потому что, когда он курил, две милые девицы не позволяли себя целовать, а теперь, прибавил он, мои парижские дамы не позволяют мне нюхать табак. На ногах у него были мягкие сапоги с очень широкими носками. Такие сапоги он носил по причине своей подагры. Иван Сергеевич много разговаривал с отцом наедине, в кабинете и на прогулках. Вероятно, главной темой их разговоров была литература. Помню, как, войдя по какому-то делу в кабинет, я услышал, как Иван Сергеевич декламирует. Над негою резво вьются флаги пестрые судов, Звучно слодок раздаются песни дружные грибцов, В царском доме пир веселый, Речь гостей хмельна, шумна, И нева пальбой тяжелой далеко потрясена. Пир Петра Первого Пушкина «Разве это не удивительно сказано?» — говорил Иван Сергеевич. «Разве вы не слышите гром пушек в стихах И нева пальбой тяжелой далеко потрясена?» Отец, помнится, соглашался, что стихотворение прекрасно по форме, Но не по содержанию, Ведь он изучал эпоху Петра Первого И вынес из этого изучения отрицательное отношение к Петру. Кажется, тогда же он говорил, Когда писатель пишет стихами, Он ограничен в выборе выражений рифмой и размером. Если хочешь точно выразить свою мысль, То нельзя писать стихами. Не помню, что именно возражал Тургенев, Только помню, что отец согласился, Что иногда рифма придает особую прелесть Некоторым выражениям, Как, например, рифма «Странен и ранен» В том месте Евгения Онегина, Где Пушкин пишет про убитого Ленского. «Недвижен он лежал и странен, Был томный мир его чела, Под грудь он был на вылет ранен, Дымясь из раны кровь текла». Впрочем, отец отговаривался, Что он пристрастен к Пушкину И что чувствует к нему особую слабость. В этом, а также в слабости К стихотворениям Фета и Тютчева, Он сходился с Тургеневым. Между прочим, Тургенев, Следивший за литературой, Рекомендовал отцу двух начинающих писателей, Одного русского, Всеволода Гаршина, И другого француза, Мапассана. Отец впоследствии вполне оценил обоих. Мапассан сперва его оттолкнул Сюжетом «Заведение Телье», Но прочтя «Жизнь» он признал в нем Первоклассного писателя. Тургенев много говорил о Мапассане, Вспоминает Сухотина Толстая, Восхищался его произведениями И рассказывал о его жизни. Он первый указал на него моему отцу. Татьяна Львовна, Сухотина Толстая, Воспоминания, Москва, 1976 год, Страница, 247. Тогда же Тургенев рекомендовал Одну писательницу, Кажется, госпожу Стечкину, Но про нее, отец говорил, Тургенев постоянно возится С какой-нибудь романисткой. В обществе Тургенев Завладевал разговором и общим вниманием. Он был бесподобным рассказчиком, И мы заслушивались его. То он рассказывал, Как сидя на гауптвахте За статью о Гоголе Он безуспешно заискивал У своего сторожа Здоровенного унтер-офицера. Этот рассказ Тургенева Приводит в своих воспоминаниях Мэнгден, Которая приезжала в 1878 году В Ясную Поляну И видела там Тургенева. «Меня сторожил угрюмый унтер-офицер», Рассказывал писатель, Старый, рослый, Широкоплечий солдатина, Лицо суровое, неподвижное. Видно было, Что ни лаской, ни деньгами Ничего не добьешься. Звенье, том 8, 1950 год, страницы С 262 по 264. То он изображал курицу в супе, Подкладывая одну руку под другую, То он показывал, Как его легавая собака Делает стойку. Об этом эпизоде Писал в своих воспоминаниях Дерс. Иван Сергеевич Много рассказывал И мимически копировал Не только людей, Но и предметы С необыкновенным искусством. Так, например, Он действиями Изображал курицу в супе, Подсовывая одну руку под другую, Потом представлял Охотничью собаку В раздумье и так далее. Талант предка его, Современника Петра Первого, По-видимому, в нем повторился. Степан Дерс. Воспоминания о графе Льве Николаевиче Толстом. Смоленск. 1894 год. Страница 22. То он описывал Свою виллу в Бужевале, Говоря про семью Виардо И себя, мы. То рассказывал, Как в Баден-Бадене Он играл Лешего В домашнем спектакле У Виардо И как на него Смотрелись недоумения. Еще он рассказывал, Как на маскараде Вместе с поэтом Алексеем Константиновичем Толстым Он встретил грациозную И интересную маску, Которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, Чтобы она тогда же сняла маску, Но она открылась им Лишь через несколько дней, Пригласив их к себе. Что же я тогда увидел? Говорил Тургенев. Лицо чухонского солдата в юбке. Эта маска потом вышла замуж За Алексея Константиновича Толстого. Его стихотворение Средь шумного бала Навеяно этим первым знакомством С его будущей женой. Думаю, что Тургенев Преувеличил ее некрасивость. Я встречал впоследствии Графиню Софью Андреевну, Вдову Алексея Константиновича Толстого. Она вовсе не была безобразна. И, кроме того, Она была несомненно умной женщиной. Кто-то спросил Ивана Сергеевича, Не кажется ли ему все русское странным После долгого отсутствия из России. Он ответил, что многое его поражает В первые дни, Но что он скоро опять привыкает Ко всему русскому родному. Помню, как он тогда же Или в другой раз сказал, В русской деревне Я с одним не могу примириться, Это с Рытвиной. Отчего во всей Западной Европе Нет Рытвин? Я не раз вспоминал эти слова Ивана Сергеевича. Как художник, Он одним словом указал На одно из больных мест Нашей деревни. В самом деле, Что такое Рытвина? Это водомойна, Образующаяся по дорогам И особенно по многочисленным Межам на крестьянской земле. Эти межи происходят отчересполосицы, А из Рытвин — овраги. Такие овраги, Что в некоторых губерниях Более половины пашни Превратились в бесплодную землю. Рытвины выщелачивают Питательные соки земли. Рытвина — это эмблема Убожества крестьянского земледелия И нашего земельного неустройства. Рытвины — это морщины земли. И Тургенев прав. С Рытвиной мириться нельзя. Вообще, западничество Тургенева Проявлялось не раз в его разговорах. Так он говорил, Если бы Россия Со всей своей прошедшей историей Провалилась, Цивилизация человечества От этого не пострадала бы. Конечно, это было сказано Как парадокс с болью в сердце, Именно потому, что он любил Россию И страстно желал, Чтобы Россия внесла свою долю В общую сокровищницу Человеческой культуры. Вот еще его рассказ. Еду я по Мценскому уезду, Встречается мне телега, А в телеге лежит мужик, Избитый и весь в крови. Ямщик скозил, Обернулся ко мне и с чувством сказал, Рудская работа, Иван Сергеевич. Несмотря на свои шестьдесят лет, Тургенев был бодр и подвижен. Он ходил гулять с моим отцом И с нашей компанией молодежи, Обращая внимание на хозяйство, На лесные и яблочные посадки, И на красивые места в саду и в лесу. В то время кто-то около Яснополянского дома Устроил первобытные качели, Длинную доску, Лежащую своей серединой на перекладине. Проходя мимо, Отец и Тургенев соблазнились, И став каждой на конец доски, Стали при общем смехе Подпрыгивать, Подбрасывая друг друга. Тургенев заметил, Что такие качели Почему-то мало распространены в России. В один из вечеров Иван Сергеевич читал свой рассказ «Собака». Он читал выразительно, Живо и просто, Без вычурных интонаций. Но самый рассказ Ни на кого, В том числе и на моего отца, Большого впечатления не произвел. О мастерском, Чтении Тургеневом рассказа «Собака» Сохранились воспоминания Суворина. Рассказ этот был Так живописен и увлекателен, Что производил огромное впечатление. Когда впоследствии Я прочитал его в печати, Мне он показался Бледной копией Иисусного рассказа Тургенева. Суворин. По поводу отцов и детей. Книга «Очерки и картинки. Собрание рассказов, Ильетонов и заметок незнакомца». Суворин. Книга вторая. Санкт-Петербург. 1875 год. Страница 212. В другой раз вечером Тургенев играл в шахматы со мной, И, насколько мне помнится, С отцом Иурусовым. Он был сильный игрок, Сильнее отца. Давая мне ладью вперед, Он одну партию выиграл, Другую проиграл. Он рассказывал, Что, играя на одном Международном шахматном турнире Решительную партию с одним поляком, Он мог, благодаря ошибке своего противника, Сделать выигрышный ход, Открытый шах. Публика с волнением ждала, Сделает ли он этот ход. Замешался национальный интерес. Русский играл с поляком. Подумавший, Иван Сергеевич Сделал выигрышный ход, И поляк сдался. Когда он это рассказывал, Мне показалось, Что в нем билась Патриотическая жилка. Он играл особенно искусно слонами. «Меня шахматисты называют рыцарем слона», Говорил он. По поводу шахматной игры Он вспомнил об одном модном В то время словечке французов. «Что не скажешь французу?» Говорил он. Он отвечает. «Вижу, устарела». Несмотря на всю свою любовь к Франции, Тургенев не особенно восхищался французами, Указывая на их недостатки, На их большое национальное самодовольство И мещанскую расчетливость. Он говорил, Что французы стали дурно говорить по-французски, Грубым парижским жаргоном. Сам он нередко переходил с русского языка на французский. А как хорошо он говорил по-французски. Известно, что сами французы любовались его выговором и оборотами речи. Иван Сергеевич мало обратил внимания На жившего тогда у нас француза-коммунара Мсье Монтеля Ньефа. Он говорил, что он знал многих коммунаров И что Мсье Монтель принадлежит к неинтересному типу рядовых коммунаров. Говоря про француженок, Тургенев сказал, Насколько русские женщины и девушки образованнее француженок. Точно из темной комнаты войдешь в светлую, Когда приедешь в русскую семью. Разумеется, это было сказано в присутствии русских женщин. Но я думаю, что Иван Сергеевич говорил искренне, Мысленно исключая из своего сравнения госпожу Виардо. О духовном величии и красоте русских женщин Тургенев говорил и писал часто. Выступая на банкете в Эрмитаже 23 апреля 1880 года, Он заметил, Я считаю, что из всех женщин нет лучше русской женщины. С француженкой вы после получасовой беседы упираетесь в стену, Вам уже не о чем говорить с нею. С русской женщиной вы все время чувствуете, Что она равна вам. Литковым. Об Иване Сергеевиче Тургеневе. Из воспоминаний курсистки. К свету. Научно-литературный сборник. Санкт-Петербург. 1904 год. Страница 455. Янжул. В своих воспоминаниях Приводит содержание беседы с Тургеневым О типе французских и русских женщин. «Ни одна женщина в мире, — утверждал Тургенев, — имея в виду русскую женщину, — Не может быть способна на такое самопожертвование». Янжул. Воспоминания о пережитом и виденном. Русская старина. 1910 год. Номер пятый. Страница 312. Уезжая, Тургенев очень любезно со всеми простился. Моему отцу он говорил, «Вы прекрасно сделали, душа моя, что женились на вашей жене». Он обещал опять заехать в Ясную Поляну осенью. Моя мать под свежим впечатлением тогда же записала следующее. «Тургенев очень сед, очень смиренен, Всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе возвышенных предметов». Так он описывал статую Христос Антокольского, «Точно мы видели его», А потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. «В Тургеневе теперь стала видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его с Львом Николаевичем мне объяснилась этой слабостью». Софья Андреевна Толстая, дневники, том 1, Москва, 1978 год, страница 511. В январе 1880 года Тургенев послал отцу лестный отзыв Флобера о войне и мире. 27 декабря нового стиля 1879 года Тургенев послал Флоберу трехтомное издание войны и мира в переводе «Паскевич». Выдержку из ответа Флобера он привел в письме к Льву Николаевичу Толстому от 12-24 января 1880 года. «Спасибо, что вы дали мне возможность прочесть роман Толстого», — писал Флобер. «Это первоклассное произведение. Какой художник и какой психолог. Два первых тома великолепны, третий значительно слабее. Он повторяется и философствует. Слишком чувствуется он сам, писатель и русский человек, в то время как раньше перед вами была лишь природа и человечество». С большой буквы. «Подчас он напоминает мне Шекспира». Тургенев письма, том 12, книга 2, страницы 205 и 524. Весной того же года, приехав в Россию, он опять посетил Ясную Поляну. На этот раз он взял на себя важное поручение — уговорить Толстого участвовать в празднествах по поводу открытия памятника Пушкину. Второго мая он был в Ясной Поляне. Была весна. Березы как будто пухом зеленели. Соловей уж пел в безмолвии ночей. А днем разные певчие птицы свистели и пели в саду. Иван Сергеевич хорошо знал птиц и отличал их по пению. «Это поет овсянка», — говорил он. «Это коноплянка, это скворец» и так далее. Отец признавался, что он так хорошо птиц не знает. Пролет Вальчнепов был в самом разгаре. Тургенев, мой отец, брат Илья и я с ружьями, а с нами моя мать и сестра Татьяна отправились на тягу. Поехали мы в экипажи вроде линейки под названием «Катки» за речку Воронку в казенный лес Засеку. Доехав до речки, мы перешли по бревну на тот берег. Помню огромную живописную фигуру Ивана Сергеевича Тургенева в бурой куртке и широкополой шляпе, когда он осторожно перебирался по бревнушку через речку. Отец предоставил ему лучшую, по его мнению, полянку, через которую должны были тянуть Вальчнепы, и сам стал неподалеку. Моя мать, разговаривая с Тургеневым, осталась вместе с ним. Она его спросила, почему он теперь ничего не пишет. Тургенев ответил, что он уже конченый писатель. — Нас никто не услышит, — продолжал он. — Так я вам скажу. Я теперь уже не могу писать. Раньше, всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше ни любить, ни писать. Во время разговора вдруг послышался выстрел и голос Льва Николаевича, посылавшего собаку искать убитого Вальчнепа. — Началось, — сказал Тургенев. Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло. И в самом деле Вальчнепы летели больше на отца, чем на Тургенева. Вероятно, просто потому, что Тургенев отпугивал Вальчнепов разговорами. Наконец Тургенев услышал все ближе и ближе хрип и свист Вальчнепа. Птица показалась над деревьями, и он выстрелил. — Убили? — крикнул отец с места. — Камнем упал, — ответил Иван Сергеевич. Однако, как ни искали Вальчнепа собака и мы все, найти его в темноте не удалось. И странно. Ивану Сергеевичу и даже моему отцу это было неприятно. Но на другой день брат Илья нашел убитого Вальчнепа. Накануне собака не могла его найти, потому что он повис на дереве. Перед отъездом Тургенева моя мать пошла звать его и моего отца обедать. Они сидели в избушке, которую построил себе отец в роще около дома, в так называемом «Чипыже», для того, чтобы в уединении заниматься. Тургенев в это время уговаривал отца участвовать в пушкинском празднике. Отец решительно отказался. Он не любил публично выступать и вообще не любил торжеств и праздников, хотя бы в честь Пушкина. Тургенев этого не ожидал и уехал разочарованный. В продолжении 1880 года и последующего дружелюбная переписка между обоими писателями продолжалась. Тургенев так же, как и прежде, распространял произведения Льва Толстого за границей, но продолжал пренебрежительно относиться к его философии. «Мне очень жаль Толстого», — пишет он Урусову 1 декабря 1880 года, узнав о мрачном настроении Льва Николаевича. Но каждый бьет блох по-своему. В июне 1881 года он пригласил Льва Николаевича к себе в Спаское. 4 июля 1881 года он писал отцу «Очень порадовался вашему близкому посещению, а также и тому, что вы говорите о вашем чувстве ко мне. Оно потому и хорошо, что общее, то есть одинаковое и в вас, и во мне». О свидании Льва Николаевича Толстого с Иваном Сергеевичем Тургеневым в Спасском есть воспоминания Полонского и следующая пометка в дневнике моего отца. 9-10 июля. У Тургенева. «Милый Полонский, спокойно занятой живописью и писанием, неосуждающий и бедный, спокойный». Тургенев боится имени Бога, а признает его, но тоже наивно спокойный в роскоши и праздности жизни. В последний раз Иван Сергеевич Тургенев был в Ясной Поляне в конце августа 1881 года. 22 августа, в день рождения моей матери, в Ясной Поляне было много гостей, в том числе мой дядя Сергей Николаевич Толстой и князь Урусов. Несмотря на то, что Урусов был в то время тульским вице-губернатором, его можно назвать «первым последователем моего отца». Отец занимался в то время исследованием Евангелия и посвящал Урусова в свою работу. Урусов усвоил себе его толкование первых слов Евангелия от Иоанна, «началом всего было разумение жизни» и так далее, и любил говорить на эту тему. И вот вечером за чайным столом Урусов стал доказывать Тургеневу, «что начало всего есть разумение жизни». Не помню, что и как возражал Тургенев, но, по-видимому, его мало интересовал предмет разговора, и он старался перейти на другую тему. Но Урусов настойчиво продолжал доказывать свои тезисы, сильно жестикулируя и не замечая того, что он продвинулся на кончик стула. Вдруг стул выскользнул из-под него, и он упал на пол с вытянутой вперед ладонью. Нисколько не смутившись, он из-под стола продолжал начатую фразу. Тургенев не удержался и громко, слишком громко расхохотался. «Он убивает меня, этот Трубецкой!» Сквозь смех фальцетом кричал Тургенев, спутав фамилию Урусова и называя его Трубецким. Все также рассмеялись, кроме самого Урусова и моего отца. Отец только улыбнулся, ему было неприятно несколько пренебрежительное отношение Тургенева к Урусову и к вопросам им поднятым. После этого разговор о разумении жизни уже не возобновлялся. Кажется, тогда же, по поводу того, что нас сидело за столом тринадцать человек, зашел разговор о страхе смерти. Тургенев находил, что страх смерти — естественное чувство. Он сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что он не приезжает в Россию, когда в России холера. Отец и Урусов говорили, что тот не живет, кто боится смерти. Смерть так же неизбежна, как ночь, зима. Мы готовимся к ночи и зиме, так же надо готовиться к смерти, только тогда она не страшна. Тургенев продолжал, кто боится смерти, пусть поднимет руку. И сам первый поднял руку, но кроме него никто руки не поднял. Он сказал, я, кажется, один. Тогда отец тоже поднял руку. Я думаю, что он это сделал не из учтивости, а вспомнив свою арзамасскую тоску, те тяжелые минуты, когда на него находил страх смерти. О тяжком душевном состоянии, испытанном толстым ночью в Арзамасе, где он остановился на ночлег по пути в Пензенскую губернию, писатель сообщал жене 4 сентября 1869 года. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело, но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Лев Толстой, том 83, страница 167. В тот же приезд Тургенева, в один из вечеров, разговор принял чисто тургеневский характер, как будто это был эпизод из какого-нибудь его рассказа. Не помню, кто по какому поводу поднял вопрос о том, какие минуты самые счастливые в жизни. Тогда, кажется, Иван Сергеевич предложил, чтобы каждый рассказал пережитую им самую счастливую минуту своей жизни. Все стали припоминать. Мой дядя Сергей Николаевич шепнул на ухо Кузьминской, с которой у него когда-то был роман, что-то такое, что ей польстило, но отчего она покраснела и сказала, вы невозможный человек, Сергей Николаевич. У Русов сказал что-то вроде того, что самая счастливая минута в его жизни была бы тогда, когда он узнал бы о торжестве идеи добра. Мы, конечно, обратились к тургеневу. Расскажите, какая была самая счастливая минута в вашей жизни? Он ответил, разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской любовью. Это когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую любишь, и поймешь, что и она тебя любит. Он помолчал и затем добавил, со мной это было раз в жизни, а может быть и два раза. Вспоминая теперь эти слова тургенева, я вспоминаю также язвительное суждение о его романах, высказанное недружелюбным его критиком Страховым. Почти во всех романах тургенева один молодой человек хочет жениться на одной девице и никак не может. Это довольно верно. Герои тургенева влюбляются с юношеской страстью, но не женятся. Но Страхов хотел побронить тургенева, а вместо этого его похвалил. Тургенев певец не плотской любви, а чистой самоотверженной любви, которая может ограничиться взглядами и намеками, но которая нередко, по выражению Мапасана, сильнее смерти. Так он понимал любовь, поэтому ему не было надобности женить своих героев. Он сам до старости лет был тем юношей, который умел любить глубоко и самоотверженно, но никак не мог жениться. Его мать говорила про него, он однолюб, он может любить только одну женщину. В этот последний свой приезд Иван Сергеевич Тургенев поддался общему настроению нашей молодежи, бесшабашно веселившейся. В это лето в Ясной Поляне царил дух оживления, пения, танцев, романов, вообще очень ранней молодости. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, страница 250-я. Как-то вечером затеяли кадриль. Во время кадрили кто-то спросил Ивана Сергеевича, танцуют ли еще во Франции старую кадриль, или же ее заменили непристойным канканом. «Старый канкан», — сказал Тургенев, — «совсем не тот непристойный танец, который танцуют в кафе-шантанах. Старый канкан — приличный и грациозный танец. Я когда-то умел его танцевать. Пожалуй, и теперь потанцую». И вот Иван Сергеевич пригласил себе в дамы мою двоюродную сестру, Машу Кузьминскую, 12-летнюю девочку, и, заложив пальцы за проемы жилета, по всем правилам искусства мягко отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлениями ног. Кончился этот танец тем, что он упал, но вскочил с легкостью молодого человека. Все хохотали, в том числе он сам, но было как будто немножко совестно за Тургенева. В этот день отец отметил в своем дневнике «Тургенев, Канкан, грустно». Это был последний приезд Тургенева в Ясную Поляну. Дополню сказанное некоторыми отрывочными воспоминаниями о слышанных мною тогда разговорах. Помню один отрывок разговора о силе воображения. Тургенев говорил, что он, лежа на боку, мог воображением довести себя до невыносимой боли от давления бедра на подушку дивана или на матрас. Помню еще, как Иван Сергеевич рассказывал, что он присутствовал в Париже на лекции по порнографии, причем на лекции производились опыты с живыми людьми. Он много рассказывал про близкий ему кружок французских писателей Флобера, Золя, Доде, Гонкуров, Мапассана и других. Он не одобрял преднамеренный реализм, слог и язык Золя, а Гонкуров он не считал даровитыми. Выше других он ставил Флобера и Мапассана. Между прочим, он так отозвался о писателе, известном под псевдонимом Жюлю Верна. Я с ним провел целый вечер. Трудно встретить более скучного и неинтересного человека. К тому же он никогда не путешествовал. Иван Сергеевич высоко ценил Шекспира. Помню, как он старался отцу внушить свое убеждение о величии Шекспира. Толстой под влиянием Тургенева начал читать Шекспира, но, изучив его, не изменил своего взгляда. «Сколько я помучился, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался и никак не мог», записано в дневнике Толстого. «Какой ужасный вред авторитеты». Лев Толстой, том 55, страница 248. Эта запись имеет отношение и к спорам с Тургеневым о Шекспире. «Левин. Лев Толстой. Шекспир и русская литература 60-х годов XIX века. Вопросы литературы. 1968 год. Номер восьмой». Он указывал на истинно драматические положения, в которые Шекспир ставит своих героев. Истинно драматические положения, так приблизительно говорил он, возникают не тогда, когда добродетельные люди борются со злыми, как в мелодраме или когда люди страдают от внешних бедствий, например, от моровой язвы или от землетрясения. Драматические положения возникают тогда, когда страдание неизбежно вытекает из характеров людей и их страстей. В драмах Шекспира мы находим именно такие положения. Как-то зашел разговор о Достоевском. Как известно, Тургенев не любил Достоевского. Насколько я помню, он так говорил про него. «Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и так далее. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он делает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. Во всяком простом рассказе. У Жюля Верна, например, так и будет сказано. А Достоевский скажет наоборот. Человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателям. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои в бреду, в иступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает. После 1881 года Тургенев уже не приезжал в Россию. Он заболел той мучительной болезнью, которая свела его в могилу. Из последнего предсмертного письма Тургенева, которое можно назвать его последним стихотворением в прозе, видно, насколько близок был его сердцу Лев Толстой, как русский писатель. Вот это письмо. В начале июля по русскому стилю. Бужеваль, 1883 год. По-французски Бужеваль, Ле Франс, Шалей. Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есть, говоря прямо на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на вас подействует. Я же человек конченый. Доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Желудочно-подагрическая невралгия. Не ходить, не есть, не спать. Да что, скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли, Внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, И позвольте еще раз крепко-крепко обнять вас, Вашу жену, всех ваших. Не могу больше устал. Отец не ответил на последнее письмо Тургенева, Может быть, потому, что получил его слишком поздно. Он был в то время в Самарской губернии, А письмо было адресовано в Тулу. Может быть, потому, что ему трудно было на него отвечать. А 22 августа Ивана Сергеевича уже не стало. Во время болезни Тургенева отец относился к нему с большим участием, А когда Тургенев умер, он живо почувствовал его утрату. Тогда он, несмотря на всю нелюбовь к публичным выступлениям, Решился прочесть доклад о Тургеневе в Обществе любителей российской словесности. Узнав о тяжелой болезни Тургенева, Толстой писал ему, «В первую минуту, когда я поверил, надеюсь напрасно, что вы опасно больны, Мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтобы повидаться с вами». В этом письме Толстой называет Тургенева «очень дорогим ему человеком и другом». Лев Толстой, том 63, страница 96. Когда Тургенев скончался, Толстой написал жене, «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу, непременно или буду читать, или напишу и дам прочесть о нем». Толстой, том 63, страница 138. Лев Николаевич Толстой должен был выступать со словом об Иване Сергеевиче Тургеневе на публичном заседании памяти писателя, которое Общество любителей российской словесности собиралось провести в октябре 1883 года. Предстоящее публичное выступление Толстого вызвало неудовольствие в официальных кругах. Начальник главного управления по делам печатев и актистов, этот «архимерзавец», как называл его Тургенев, предупреждал Толстого, министра внутренних дел. «Толстой человек сумасшедший, от него следует всего ожидать. Он может наговорить невероятные вещи, и скандал будет значительный». Московский генерал-губернатор Долгоруков издал приказ. «Под благовидным предлогом объявить заседание отложенным на неопределенное время». Былое. 1918 год. Номер первой страницы. 207. Некоторое представление о характере несостоявшегося слова Толстого о Тургеневе дает письмо Софье Андреевне Толстой Кузьминской от 29 октября 1883 года. Левочка для речи ничего не написал, хотел только говорить. Вероятно, накануне набросал бы, но так как запретили, то так и не написалось, и не сказалось. О Коткове он упомянул бы, но в смысле, что не все пишущие люди свободны от подслуживания властям и правительству, а Тургенев был свободный и независимый человек и служил только делу, а дело его была литература. Государственный музей Толстого. В письме к Пыпину от 10 января Толстой в сжатой форме выразил, видимо, основное, что он думал и хотел сказать об Иване Сергеевиче Тургеневе. Воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказал то, что он нашел. Все, что нашел. Он не употреблял свой талант, умение хорошо изображать, на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу. Ему нечего было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях есть три фазиса. Первый — вера в красоту, женскую любовь, искусство. Это выражено во многих его вещах. Второй — сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено трогательно и прелестно, вдовольно. И третий — неформулированное, как будто нарочно из боязни захватить ее. Он сам говорит где-то, что сильное и действительно в нем только бессознательное. Неформулированное, двигавшее им в жизни и в писаниях вера в добро. Любовь и самоотвержение, выраженное всеми его типами самоотверженных. Тургенев и его время. Москва-Ленинград. 1923 год, страницы, 5-я, 6-я. Я помню, как в то время отец тепло относился к Тургеневу, как перечел все его произведения и как ему хотелось добром помянуть своего старшего сотоварища и указать на его значение в литературе. Как известно, администрация воспрепятствовала ему это сделать. Но совесть его могла быть спокойна. Он в последние годы жизни Ивана Сергеевича сделал все, что мог для того, чтобы изгладить воспоминания о черной кошке, пробежавшей когда-то между ними. Мария Гавриловна Савина. Мое знакомство с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Дружба с выдающейся русской актрисой Марией Гавриловной Савиной 1854-1915 годы доставила Тургеневу большую радость. Они впервые встретились в 1879 году на спектакле «Месяц в деревне», в котором Савина исполняла роль Верочки. Тургенев был поражен талантливостью ее игры. Савина, по словам писателя, открыла ему его героиню. «Он всегда хотел написать мне роль», — вспоминала актриса в 1893 году, а из своих вещей представлял меня в Лизе, Елене накануне и Васе в особенности. Тургенев и Савина. Страница 95. Савина и стала первой русской актрисой, создавшей никем не превзойденный образ Лизы, дворянское гнездо. «Я сама сознаю, может быть, первый раз в жизни», — писала Савина, — «что выполнила безукоризненно свою задачу». Тургенев и Савина. Страница 97. История их отношений — одна из самых поэтических и светлых страниц в биографии Тургенева последних лет его жизни. В 1881 году Савина приезжала к Тургеневу в Спасское, навещала его в Париже, уже смертельно больного. Письма Тургенева к Савиной по глубокой искренности, силе чувства и высокой поэзии напоминают стихотворения в прозе. Конни посвятил этой дружбе статью «Воспоминания Савина и Тургенев», которую хотел сначала назвать «Последняя любовь Тургенева». Воспоминания Савиной не окончены. Они представляют лишь начало мемуаров, которые, судя по сохранившимся в ее бумагах черновым наброскам, обещали быть гораздо более полными. В них актриса собиралась рассказать подробно обо всех событиях в ее жизни, так или иначе связанных с Тургеневым на протяжении всего времени их знакомства. Тургенев и Савина, страницы 71-72. Частичным воплощением этого замысла явились записи воспоминаний Савиной, сделанные Беляевым, Философовым, Рыжковым. Тургенев и Савина, страницы с 63-й по 82-ю. Текст печатается по изданию Тургенев и Савина под редакцией Конни «Петроград, 1918 год», где впервые был опубликован наиболее полный текст воспоминаний. В 1879 году, затрудняясь в выборе пьесы для бенефиса и отыскивая что-нибудь литературное, я напала случайно на месяц в деревне Тургенево. Роль Верочки, хотя и не центральная, мне очень понравилась, но пьеса в том виде, как она напечатана, показалась скучна и длинна. Тем не менее, я твердо решила ее поставить. Сазонов тоже указал мне на этот недостаток и посоветовал попросить Крылова, как знатока сцены, урезать ее, на что я согласилась под условием разрешения автора. Послав Ивану Сергеевичу телеграмму в Париж, я очень скоро получила ответ «Согласен, но сожалею, так как пьеса писана не для сцены и недостойна вашего таланта». Телеграмма была послана 22 или 23 января нового стиля 1879 года. В тот же день или на следующий Тургенев писал Топорову. «Вчера вечером пришла ко мне телеграмма от Савиной, актрисы, в которой она меня просит разрешить ей необходимые урезы из моей комедии «Месяц в деревне», которую она взяла для своего бенефиса на 17-29 января». «Не понимаю я, с какой стати ей пришла в голову мысль взять эту невозможную в театральном смысле пьесу». Тургенев письма, том 12, книга 2, страницы 14-15. 21 января Тургенев отправил в редакцию «Русской правды» письмо, в котором снимал с себя ответственность перед публикой за эту постановку. Но узнав об успехе спектакля, примирившись с сокращениями текста, сделанными весьма тактично, он выразил свое одобрение в газете «Молва» 1 февраля нового стиля 1879 года. О моем таланте Тургенев не имел никакого понятия, и это была банальная любезность. Пьесу сыграли, и она произвела фурор. Я имела огромный успех в роли Верочки, и она сделалась моей любимой, моим созданием. Автора вызывали без конца, о чем я на другой день ему телеграфировала. Он ответил «Успех приписываю вашему прекрасному таланту, и скоро, надеюсь, лично поблагодарить вас». Савина по памяти приводит перевод французского текста телеграммы Тургенева, посланный 31 января нового стиля 1879 года. Скоро он действительно приехал в Россию и был встречен восторженно. За несколько дней до его приезда в Петербург ко мне явился некто Топоров, поверенный приятель Тургенева, и между разговором спросил, намерена ли я поехать к Ивану Сергеевичу. Писатель приехал в Петербург 8-го 29-го февраля 1879 года. Мне почему-то не представлялось это возможным, то есть я просто не думала об этом. Так как-нибудь в театре, ведь полюбопытствует же он посмотреть свое произведение при случае, но Топоров заявил, что это желание Ивана Сергеевича, и предложил назначить час на второй день приезда и предупредить его. По мере приближения этого часа мной овладело такое волнение, что я почти решила не ехать и бегом спустилась с лестницы, крикнув кучеру с давленным голосом в европейскую гостиницу. Как я там поднималась, как мне указали номер, не помню. Помню только, что в коридоре у самой двери я натолкнулась на Топорова и взглянула на него, как на ангела-хранителя. — Идите, идите, — сказал он, — Иван Сергеевич ждет вас с нетерпением. Когда мы вошли, какой-то господин встал, прощаясь, а Иван Сергеевич, протянув обе руки, направился ко мне. Чем-то таким теплым, милым, родным повеял от всей его богатырской фигуры. Это был такой симпатичный, элегантный дедушка, что я сразу освоилась и, забыв свой страх перед Тургеневым, заговорила как с обыкновенным смертным. — Так вот вы какая молодая! Я представлял вас себе совсем иною. Да вы совсем не похожи на актрису. Конечно, я пригласила его в театр посмотреть «Месяц в деревне». Тургенев присутствовал на спектакле в Александринском театре 15 марта старого стиля 1879 года. На следующий день он писал с Авиной «У вас большой и дивный талант». Тургенев письма, том 12, книга 2, страница 49. Но тут вышло недоразумение. Он почему-то думал, что я играю Наталью Петровну, то есть первую роль, и совсем забыл о Верочке. — Действительно, вы очень молоды для роли Натальи Петровны, но... — Верочка, что ж там играть? — повторял он озадаченный. Очевидно, он этим огорчился. Я стала описывать ему, как великолепен Варламов в роли Большинцова, и вообще говорить об исполнении пьесы на первом представлении. Он понятия не имел о нашей труппе и немного знал только о Баринову, игравшую Наталью Петровну. Знал только потому, что она когда-то взяла несколько уроков у мадам Виардо. Просидела я с четверть часа и уехала, как в чаду. Спускаясь с лестницы, я долго видела наклонившуюся над перилами седую голову Ивана Сергеевича, его приветливый прощальный жест, и слышала, как он сказал Топорову, «Очень мила и, как видно, умница». В то время мне шел двадцать пятый год, и о моей милоте я так часто слышала, что, наконец, сама в ней убедилась. Но услыхать слово «умница» от Тургенева — это уже было такое счастье, которому я не верю и до сих пор. Я стрелой спустилась вниз, покраснев от восторга, но на последней ступеньке остановилась, как громом пораженная. Я ничего ему не сказала о его сочинениях. Вот так умница! Эта мысль совершенно отравила все впечатление моего визита, и я возвратилась домой чрезвычайно огорченная. Но каково же было мое удивление, когда через час явился ко мне Топоров рассказать впечатление Ивана Сергеевича? Ему особенно понравилось, что вы не упомянули о его сочинениях, сказал Топоров. Это так банально и так ему надоело. Я расхохоталась от души и описала ему свой испуг по этому поводу. Долго потом мы вспоминали со смехом этот эпизод. «Пригласили вы Ивана Сергеевича смотреть его пьесу, а куда же вы его посадите?» — задал мне вопрос Александр Васильевич Топоров. «Билеты все проданы, да и в публике ему появиться невозможно. Это будет сплошная овация, и пьесы он не увидит». Положение было крайне затруднительное, но вывел меня из него тот же добрый Топоров. Директорская ложа. Лучше ничего нельзя было придумать, и я на другой же день отправилась к начальнику репертуарной части Лукашевичу просить, то есть предложить ему послать директорскую лужу автору, тем более что все места в театре были давно проданы. Лукашевич, строгий формалист и чиновник с головы до пят, стал в тупик от моего предложения и сказал, что без барона, барон Кистер, бывший тогда директором императорских театров, решить этого нельзя. Обратиться же с этой просьбой к барону он не считает себя вправе. «Напишите вы от себя, а я пошлю письмо с курьером», — добавил он. Писать или вообще обращаться с чем-либо к барону тогда считалось необычайным преступлением, но я, конечно, ни на минуту не задумалась. Лукашевич, тем не менее, предусмотрительно мне посоветовал просить место в ложе, а не всю ложу. Для моих либеральных понятий мне показалось это оскорбительным, но как умница я решила, что это только смешно и последовало совету Лукашевича. Через час курьер привез билет и письмо барона, в котором он через мое посредство предоставлял свою ложу в распоряжение маститого литератора. В пять часов, в день представления, 15 марта 1879 года примечания Савиной, я сама повезла билет, но не пошла к Ивану Сергеевичу, а послала с моей карточкой. С каким замиранием сердца я ждала вечера, и как играла, описать не умею. Это был один из счастливейших, если не самый счастливый спектакль в моей жизни. Я священодействовала. Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и я одно лицо. Что делалось в публике невообразимо. Иван Сергеевич весь первый акт прятался в тени ложи. Но во втором публика его увидела и не успел занавес опуститься, как в театре со всех сторон раздалось автора. Я в экстазе бросилась в комнату директорской ложи и, бесцеремонно схватив за рукав Ивана Сергеевича, потащила его на сцену ближайшим путем. Мне так хотелось показать его всем, а то сидевшие с правой стороны не могли его видеть. Иван Сергеевич очень решительно заявил, что, выйдя на сцену, он признает себя драматическим писателем, а это ему и во сне не снилось, и потому он будет кланяться из ложи, что сейчас же и сделал. Кланяться ему пришлось целый вечер, так как публика неистовствовала. Я отчасти гордилась успехом пьесы, так как никому не пришло в голову, поставить ее раньше меня. После третьего действия, знаменитая сцена Верочки с Натальей Петровной, Иван Сергеевич пришел ко мне в уборную с широко открытыми глазами, подошел ко мне, взял меня за обе руки, подвел к газовому рожку пристально, как будто в первый раз, видя меня, стал рассматривать мое лицо и сказал, «Верочка, неужели эту Верочку я написал?» Я даже не обращал на нее внимания, когда писал, «Все дело в Наталье Петровне, выживая Верочка. Какой у вас большой талант!» Я, чувствуя себя Верочкой, то есть семнадцатилетней девочкой, услыхав такие слова, ничего не могла придумать умнее, как подскочить, обнять и крепко поцеловать этого милого, чудного автора. Тут стояла моя мать, вся в слезах от волнения, а в дверях уборной толпа, жаждавшая видеть Тургенева вблизи. Он еще раз повторил свои слова и, уходя, опять сказал, «Неужели это я написал?» Я повела его за кулисы знакомить с исполнителями. Он всех благодарил, а Варламова поцеловал. Все вышли на сцену, антракт затянулся, но публика не волновалась, зная, что автора чествуют за кулисами. Я ног под собою не чувствовала от восторга. А Баринова все твердила. «Я ведь с ним знакома, я брала уроки у мадам Вярдо». Это, впрочем, не помешало ей совсем не понять роли Натальи Петровны, в чем с грустью сознался и сам Иван Сергеевич. К концу спектакля овации приняли бурный характер, и когда автор, устав раскланиваться, уехал из театра, исполнителей вызывали без конца. На другой день Иван Сергеевич был у меня с визитом, о чем добрый топоров предупредил меня утром. Тургенев был с визитом у Савиной 16 марта старого стиля 1879 года. В этот же день вечером Тургенев вместе с Савиной выступал на чтениях в пользу литературного фонда. Они прочитали диалог графа Любина и Дарьи Ивановны Ступендиевой из комедии Тургенева «Провинциалка». Нечего и говорить, с каким волнением я ждала этого визита и как готовилась к нему. Но все вышло совсем не так, как я воображала. Иван Сергеевич все всматривался в меня с любопытством, расспрашивал о моем поступлении на сцену, о моих взглядах на искусство, о моем семейном положении, и сказал, между прочим, что я напоминаю ему манера игры знаменитую французскую актрису Декле, умершую от чахотки 24 лет. Для нее была написана «Фру-фру», но что у нее не было моей непосредственности. Видно было, что он рассматривает меня как диковинную обезьянку. Сначала я немножко боялась, но, инстинктивно чувствуя, что я заинтересовала его, решилась сказать, что пришло в голову в данную минуту, тем более, что от меня не ускользнуло его как бы удивление. Вот, мол, ты какая русская актриса, и это меня задело, задело мое национальное чувство, и досадно было за него. Со свойственной мне и данной неэкспансивностью я забыла, что я хозяйка, принимающая гости, забыла свою робость, необходимый такт и выпалила монолог против его западничества и в защиту русского искусства, которым он не интересуется, как забытой им Россией. Когда я кончила, Иван Сергеевич сидел, откинувшись на спинку кресла, с широко открытыми глазами, с которых свалилась пенсне, и беспомощно разводил руками. Топоров, присутствовавший при этом, они вместе приехали. Говорил мне потом, что Иван Сергеевич долго не мог отделаться от впечатления моей выходки и все вспоминал разные фразы. «Задели вы его упреком!» «И очень хорошо сделали!» восхищался Александр Васильевич, боготворивший Тургенева и мечтавший перетащить его домой. Он ненавидел мадам Виардо всеми силами души и не пропускал случая сказать что-нибудь злое по ее адресу. Не в присутствии Ивана Сергеевича, конечно. К постановке «Месяца в деревне» относится еще интересный эпизод. Иван Сергеевич подарил супруге Топорова право на авторский гонорар за свои драматические произведения. Топоров, дорожа расположением Ивана Сергеевича, не мог отказаться, но и не хотел воспользоваться этими деньгами. Детей у них не было, и он решил взять ребенка на воспитание. Нашли девочку и вырастили ее на деньги, получаемые за драматические произведения Ивана Сергеевича. Месяц в деревне не сходил с репертуара, и я, каждый год возвращаясь из отпуска, начинала сезон моей любимой ролью. По поводу этого названные родители, шутя, говорили «Верочка помогает Любочке». Это было имя девочки, за которой упрочилось название Тургеневской Любы. Речь идет об Ивановой Тургенев и Савина. Страница 377-я. Теперь это уже взрослая девушка, она служит учительницей в провинции. Петр Исаевич Вейнберг, неутомимый устроитель вечеров в пользу литературного фонда, председателем которого был тогда Гаевский, конечно, воспользовался приездом Ивана Сергеевича и составил особо интересную программу с участием Тургенева и Достоевского. Я тоже приглашена была читать. Не зная, что выбрать для чтения, я очень волновалась. Вывел меня из затруднения все тот же милый топоров, предложив прочесть сцену из провинциалки. Я пришла в восторг от этой счастливой мысли и от души благодарила его. Когда я объявила распорядителям Гаевскому, Вейнбергу и Гайдебурову «Мой выбор», все одобрили, и вдруг кто-то из них спросил, «Вы будете читать с автором?» «В самом деле, с кем же я буду читать сцену в два лица?» Мысль об авторе не приходила мне в голову и совершенно ошеломила меня. Мне показалось это страшной дерзостью, и почему-то я сразу убедилась, что Иван Сергеевич не пожелает. Намечался также для совместного чтения со мною Вейнберг, который и взялся переговорить с автором. Иван Сергеевич сначала отнекивался, боясь осрамиться рядом с профессиональной чтицей, чему я от всей души смеялась, но потом согласился, если на репетиции это не будет очень плохо. И вот на афише появилась сцена из провинциалки, сочинение И.С. Тургенева прочтут М.Г. Савина и автор. Появление Ивана Сергеевича в первом отделении было встречено овацией, и он долго не мог начать читать. Он прочел Бирюка. Читал Тургенев вообще плохо, а тут еще взволновался. Наш номер был во втором отделении. Поставили стол с двумя свечами, положили две книги, придвинули два стула, и... надо было выходить. Теперь, столько лет спустя, у меня сердце замирает при одном воспоминании. А что было тогда? Иван Сергеевич взял меня за руку, Вейнберг скомандовал «Выходите». За кулисами зааплодировали, публика подхватила, и я, оглушенная, дрожащая, вышла на сцену. Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич. Наконец, все затихло, и мы начали. «Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» Этой фразой начинается сцена. Не успела я это произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся, овации казались нескончаемыми, и я в качестве профессиональной посоветовала ему встать, так как он совершенно растерянно смотрел на меня. Наконец, публика утихла, и он отвечал, «Тишина в зале изумительная». Все распорядители, то есть литераторы, и даже Достоевский, участвовавший в этом вечере, пошли слушать в оркестр. Я совершенно оправилась от волнения, постепенно вошла в роль, и, казалось, прочла хорошо. Нечего и говорить об овациях после окончания чтения. Ивана Сергеевича забросали лаврами, вызывали без конца, но я, выйдя два раза на вызовы, и то по настоятельному требованию Ивана Сергеевича, спряталась в кулисе за распорядителями и оттуда аплодировала вместе с ними. В артистической комнате Достоевский мне сказал, «У вас каждое слово отточено, как из слоновой кости, а старичок-то пришепетывает». Я очень огорчилась такой похвалой, вызванной, как мне казалось, антипатией к Ивану Сергеевичу, или уж атмосфера зала так настраивала. Но публика! Меня всегда поражало стремление публики к партиям. Мыслим или партии, когда сходятся такие колоссы, как Достоевский и Тургенев? Этот вечер ознаменовался, между прочим, маленьким инцидентом, рисующим наши нравы. Когда вышел Достоевский на эстраду, овация приняла бурный характер, кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама, философова, подвела к эстраде свою молоденькую красавицу-дочь, которая подала Федору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична, и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнять овации. Вышло бестактно по отношению гостя, для честования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие соперника для возбуждения восторга публики. Незадолго до приезда Ивана Сергеевича я участвовала в благотворительном концерте и была свидетельницей поклонения публике таланту Достоевского. Удивительно он читал. И откуда в этой хрупкой, тщедушной фигуре была такая мощь и сила звука? Глаголом «жги сердца людей», как сейчас слышу, в публике благодаря этому букету произошло некоторое смятение, но в результате усиленные овации по адресу обоих литераторов. Каждое свидание с Иваном Сергеевичем стоило мне огромных усилий над собою. Я следила не только за каждым своим словом, но за каждой мыслью, боясь критики Ивана Сергеевича. А происходило это от того, что, слыша часто его рассказы о ком или о чем-либо, воображала, что он постоянно смеется над всем и всеми. Боязнь быть смешной в его глазах парализовала меня. Молоденькая дурочка, я не понимала тогда, что он своим талантом, умом, наблюдательностью смотрит на предмет в двойные очки и, обладая даром речи, выражает свои мысли удивительно ярко. Его эскизы были готовыми портретами, которые многие принимали за карикатуры. После отъезда Ивана Сергеевича у нас скоро началась правильная переписка. Он интересовался каждой моей новой ролью, негодовал на репертуар и часто заканчивал письмо с ожелением, что он не драматург. Какую бы я роль вам написал? Случалось, по его просьбе, я посылала ему некоторые пьесы для прочтения. Живя постоянно за границей, он совсем не знал нашего театра и Островского помнил только в молодости. Писатель знал творчество и следил за появлением каждой новой пьесы Островского, талант которого высоко ценил. Тургенев мечтал о хороших иностранных переводах Островского. В частности, он хотел познакомить с его драматургией французскую публику. Как странно бывало иногда слышать его рецензии о произведениях Островского. Не могу не отметить одной характерной подробности. Во всех письмах Иван Сергеевич аккуратно обозначал время и всегда в заголовке ставил адрес. Его раздражала русская манера не писать адреса и тем лишать возможности тотчас ответить на письмо. Особенно он нападал на Григоровича, Дмитрия Васильевича, который всегда забывал это делать. Я запомнила этот урок на всю жизнь. Иван Сергеевич видел меня в «Майорше» в утреннем спектакле в Мариинском театре. Прямо оттуда он приехал ко мне и привез свои сочинения, которые бросил на рояль, сказав, «Вот вам на память об удовольствии, которое вы мне доставили. Какой у вас большой талант! И как вы хорошо поняли эту роль!» Я, конечно, была безмерно счастлива и попросила Ивана Сергеевича сделать надпись на книге, удивляясь, где он их взял. Оказалось, он заехал по дороге из театра в магазин и купил свои сочинения издания еще Салаева. Яков Петрович Полонский Иван Сергеевич Тургенев у себя в его последний приезд на родину из воспоминаний Яков Петрович Полонский 1819-1898 годы один из старейших и самых близких друзей Тургенева. Они познакомились в начале 40-х годов в доме декабриста Орлова. Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову. Там, в этом доме, впервые встретил я профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ивана Сергеевича Тургенева, который, прочитав какое-то мое стихотворение, назвал его «маленьким поэтическим перлом». Полонский, мои студенческие воспоминания, сборник «Московский университет в воспоминаниях современников», «Москва», 1956 год, страницы с 228 по 233. Дружба с Полонским, начавшаяся в 40-е годы, не прерывалась до последних дней жизни Тургенева. В этом дружеском союзе особая роль принадлежит Жанне Полонской, жене поэта, одаренному скульптору, человеку, наделенному тонким артистизмом. Тургенев одним из первых обнаружил в Полонской талант воятеля и всячески поощрял ее занятия скульптурой. Подробно об этом у Фониковой «Скульптор Полонская». Тургеневский сборник, выпуск 3, 1967 год. Писатель с большим участием следил за поэтической деятельностью Полонского, придирчиво разбирал его стихи. В 60-е годы после разрыва с Некрасовым, углублявшегося разлада с Фетом, Тургенев испытывает все больше интерес к поэзии Полонского, сохранившей, как ему казалось, отблеск пушкинского изящества. В 1870 году Тургенев опубликовал статью о стихотворениях Полонского, которая была ответом на резкую статью Салтыкова «Щедрина», появившуюся в связи с выходом в свет двухтомного собрания сочинений поэта. «Он не раз помогал мне в критические минуты, и раз, в ответ на рецензию Салтыкова, который в отечественных записках хотел окончательно раздавить меня, заступился за меня печатно, и заступился в такое время, когда во всей журналистике за меня не было ни единого голоса», писал Полонский Фету 29 декабря 1887 года. Литературное наследство том 73, книга 2, страница 209. Последнее лето на родине, 1881 год, Тургенев провел в обществе Полонского и его семьи в Спасском. Полонский начал писать воспоминания вскоре после смерти Тургенева осенью 1883 года. Гаевский поместил в своем дневнике 18 октября «Полонский пишет воспоминания о пребывании в Спасском и приходит, чтобы пересмотреть у меня письма Тургенева». Красный архив, 1940 год, номер 3, страница 235. Воспоминания Полонского были отмечены Пыпиным, Венгеровым. Григорович назвал их в своих мемуарах «прекрасными». Первый том настоящего издания, страница 263. Впервые Нива, 1884 год, номера с первого по восьмой. Текст печатается по изданию Яков Петрович Полонский «Повести и рассказы. Прибавление к полному собранию сочинений, том 2, Санкт-Петербург, 1895 год. Лето в 1881 году в Спасском не очень баловало нас. Были серые, дождливые и даже холодные дни, и Иван Сергеевич часто роптал на погоду. «Вот ты тут и живи», говаривал он, поглядывая на небо, с утра обложенное дождливыми тучами. Но в хорошие ясные дни утром я уходил куда-нибудь с Палитрой и Мольбертом, а Тургенев и семья моя блуждали по саду. Иногда и вечером после обеда Тургенев не отставал от нас, сад наводил его на множество воспоминаний. То припоминал он о какой-то театральной сцене еще при жизни отца его, сколоченной под деревьями, где во дни его детства разыгрывались разные пьесы, несомненно, на французском языке, и где собирались гости. Смутно помнил он, как горели плошки, как мелькали разноцветные фонарики и как звучала доморощенная музыка. То указывал мне на то место, по которому крался он на свое первое свидание в темную притемную ночь и подробно мастерски рассказывал, как он перелезал через канавы, как падал в крапиву, как дрожал, как в лихорадке и по меже, вон по той меже пробирался в темную пустую хату. И это было недалеко от той плотины, где дворовые мужики после смерти старика Лутовинова не раз видели, как прогуливается и охает по ночам тень его. Люди, которых боятся при жизни, иногда пугают людей и по смерти. Старик Лутовинов, дядя Варвары Петровны, отличавшийся суровым, крутым нравом, о его самодурстве и жестокости ходили легенды среди крепостных. Битюговым к биографии Тургенева Тургеневский сборник, выпуск 5, 1969 год, страницы с 385 по 391. Тургеневский Тургеневский еще не успели вырубить. А ты заметил, у меня в саду каждое лето ставят новые скамейки, те, которые ты видишь, наверное, зимой будут вырублены, крестьяне ухищряются таскать их к себе на топливо, и уж с этим ничего не поделаешь. Однажды, это было в одной из дальних окраин сада, на полу горе, заросшей кустами и осинами, ввиду проселка и бревенчатого мостика, перекинутого через овражек. Дети мои искали грибов и лакомились земляникой, я шел рядом с Тургеневым. Ну-ка, дети, сказал он, кто из вас найдет пещеру, здесь близко от нас есть вход в пещеру. И дети побежали искать пещеру. Долго мы не находили пещеры, наконец, нашли овражек, вроде провалившейся могилы, кирпичи и какую-то дыру, которая углублялась в землю и чернелась под корнями густо разросшейся дикой малины. На мой вопрос, что же это такое, Иван Сергеевич ничего не мог мне рассказать, наверное, так как существование этой пещеры относится к древнейшей истории села Лутовиново. На мое же предположение, нет ли тут какого зарытого клада, Иван Сергеевич отозвался, что на поиске клада было уже немало охотников, что они уже туда полазили и ничего не нашли. Иногда по утрам мы все расходились по саду, куда глаза глядят, и забирались далеко, кто на пруд, кто на клубничные гряды, и, забывая часы, опаздывали то к завтраку, то к обеду, то к вечернему чаю. И чтоб всех сзывать вовремя, Иван Сергеевич велел купить в Амценске небольшой колокол. Мы его повесили между столбиками на краю террасы. Минут за десять до обеда или до чая Захар или кто-нибудь из детей начинал звонить, но сад был так велик, что внизу у пруда звуки его едва были слышны. Иногда звон повторялся два, три, иногда четыре раза, прежде чем мы все, я, жена, моя, дети и репетитор моего старшего сына, студент медицинской академии Коцин, собирались на террасу к обеду или самовару. Почти весь июнь до двадцать седьмого числа в Спасском мы были одни, то есть я и мое семейство, никто еще в Спаское не заглядывал, но разве возможно было скучать в обществе Ивана Сергеевича? Весь июнь Тургенев был в самом веселом настроении духа, был здоров, говорлив, и даже песни Спасских крестьянок, которые по найму работали в саду и, возвращаясь домой с граблями на плечах, хором орали песни, радовали его до глубины души. При этом не могу не заметить, что, судя по летним нарядам Спасских баб, никак нельзя заключить о их бедности, а, судя по лицам и голосам, и о их нуждах и голодании. «Когда у меня в Спасском гостил английский писатель Рольстон, говорил Тургенев, он, слушая эти горластые песни и видя этих баб, работающих, пляшущих и дующих водку, заключил, что в России запаса физических сил в народе непочатый край. Рольстон приезжал в Спасское в 1870 году. Но вот история. С Рольстоном мы ходили по избам, где он рассматривал каждый предмет и записывал у себя в книжечке его название. Крестьяне вообразили, что он делает им перепись и хочет их переманить к себе в Англию. Долго они ждали, когда же их туда перевезут, и не вытерпели, пришли ко мне толпой, да и говорят, а когда же это мы в Англию это перекочуем? Барин, что приезжал за нами, нам очень полюбился, должно быть добрый, мы за ним охотно со всей нашей душой куда хошь. А что он приезжал звать нас в Аглицкую землю, это мы знаем. Веришь ли ты, заключил Иван Сергеевич, что мне большого труда стоило их урезонить и доказать всю несбыточность их нелепой фантазии? Лето в России так коротко и так незаметно проходит, что сидеть домокать перо в чернильницу в то время, как поют птицы, пахнет сеном или цветами и наступают теплые прозрачно-розовые сумерки для меня было всегда тяжело и незавлекательно. Но Тургенев в это время писал песнь торжествующей любви, то утром между прогулкой и завтраком, то вечером после чая. Никто тогда из нас не заходил к нему в кабинет и не заговаривал с ним. Я не знал, что он такое пишет. Однажды он пришел в ту комнату, которую мы почему-то называли казино, и, увидевши меня за Мольбертом, попросил сочинить ему стиха четыре, но таких, чтобы они были и бессмысленны, и в то же время загадочны. Я удивился, это зачем? Да уж так, мне это нужно для моего одного рассказа. Я стал придумывать стихи, что-то придумал, но Иван Сергеевич остался недоволен, да и что бы я мог придумать, не зная, для каких художественных соображений нужны стихи и в каком тоне, а тон тут главное. Через несколько дней Тургенев прочел мне. Месяц стал, как круглый щит, как змея река блестит, друг проснулся, недруг спит, ястреб курочку когтит, помогай. Ну что, хорошо, спросил он. Должно быть хорошо, хоть я и не понимаю, зачем тебе это нужно. Тургенев, довольный, удалился в кабинет свой. Выше упомянутые стихи каждый может прочесть в рассказе «Песнь торжествующей любви». Это те самые стихи, которые бормочет Муций в ответ на расспросы смущенного Фабия. У себя в комнате нашел я пустую, непочатую тетрадку и, не надеясь на память, задумал иногда вносить в нее кое-какие заметки. Так я записал в одной плясовой народной песне Тульской губернии следующий припев «Две метелки, два снопа, грабли до лопата». Крестьяне Мценского уезда говорят «крох налоя» вместо «вокруг аналоя». Я и не думал, что тетрадь эта вся будет наполнена чем-то вроде отрывочного дневника, по большей части без чисел, и что она-то именно и поможет мне написать эти воспоминания. Но разве мог я знать, что переживу Тургенева? Началось с того, что я записал экспромт, который сложился в уме Ивана Сергеевича после одной очень долгой горячей беседы. Не обладая громадной памятью, приводить здесь наши долгие беседы или споры, если они тотчас же не были записаны, значит заведомо лгать на себя и лгать на Тургенева. Но экспромт все-таки требует некоторых пояснений. Философские убеждения Тургенева и направление ума его имели характер более или менее положительный и под конец жизни его носили на себе отпечаток пессимизма. Хотя он и был в юности поклонником Гегеля, отвлеченные понятия, философские термины давно уже были ему не по сердцу. Он терпеть не мог допытываться до таких истин, которые, по его мнению, были непостижимы. Да и есть ли еще на свете непостижимые истины? Так, например, он любил слово природа и часто употреблял его и терпеть не мог слово материя, просто не хотел признавать в нем никакого особенного содержания или особенного оттенка того же понятия о природе. Я не видал, спорил он, и ты не видал материи, на кой жилят я буду задумываться над этим словом. И так как в этом не сходились наши воззрения, я отстаивал слова материя, сущность, абсолютная истина и прочее, прочее. Повторять теперь все, что я именно говорил Ивану Сергеевичу, значит, написать уже не то, что я говорил, а стенографически никто нашего разговора не записывал. Добавлю только следующее. Когда появился в печати рассказ Тургенева собака, рассказ им самим слышанный от очевидца, им со слов его записанной и уже затем обработанной, наша критика напала на него как на страшного и опасного мистика. По словам другого современника Менгден, рассказ, легший в основу сюжета повести собака, Тургенев слышал на постоялом дворе от мещанина, с которым это случилось. «Звенья», выпуск восьмой «Москва», 1950-й год, страницы 262-263. На собаку стали появляться пародии. Рассказы его «Призраки» и «Странная история» тоже многих заставляли предполагать, что Тургенев сам верит в таинственные необъяснимые явления. Но ничего не может быть ошибочнее такого мнения о Тургеневе. «Ничего нет страшнее, говорил он однажды, страшнее мысли, что нет ничего страшного, все обыкновенно. И это-то самое обыкновенное, самое ежедневное и есть самое страшное. Не привидение страшно, а страшно ничтожество нашей жизни». Всякий раз, когда Иван Сергеевич приезжал в свое родное пепелище, для крестьян и баб он устраивал праздник в своем саду на площадке перед террасой. На этот раз почему-то праздник этот откладывался, потому ли, что ожидали окончания сенокоса и работ в саду или по причине дурной погоды, Иван же Сергеевич очень часто находился в страхе за свои ноги, он все боялся подагры, берегся сырости и подозрительно следил за всяким ощущением в пальцах то одной, то другой ноги, так как такие ощущения бывали иногда зловещими признаками наступающей болезни. Раз около часа по полуночи я зачитался и еще не спал. Кругом была тишина, слышно было только, как жужжали и стукались в потолок шальные мухи, как вдруг резко раздался звук церковного колокола, я дрогнул и поднял голову. Начался звон, неровный беспорядочный звон. Не оставалось никакого сомнения, что это набат. Не мы ли горим, подумал я, не наверху ли, где спит мой сын, что-нибудь загорелось. Я и жена моя наскоро оделись, дети спали. В доме послышали шаги и шорох. Заглянув на двор, я через сад прошел к воротам. Церковный сторож стоял у колокольни, уже освещенной заревом, и дергал за веревку. Увидавши меня, он перестал звонить и указал мне на красный дым, который поднимался над темными соломенными крышами села, в полверсте от усадьбы. «Это горит Спасское», сказал мне сторож. Я пошел назад, чтобы разбудить Тургенева, но в спальне я уже застал его за ширмами на ногах и уже одевающемся. На ночном столике горела свеча, и на Иване Сергеевиче, как говорится, лица не было. «Ну», сказал он, махнув сокрушенно рукой, «сгорит вся деревня дотла, как есть, вся дотла сгорит». Он уже одевал пальто и шапку, не спеша, но хмурясь и как бы отчаиваясь. Я стал его уговаривать. «Иван, пожалуйста, вспомни, что у тебя болела сегодня нога. Не ходи, ночь сырая, холодная, берегись подагры, не ходи». «Как можно?» отозвался он. «Обязан идти, надо». «Да ведь ты простудишься, а что же делать?» «Сгорит все село дотла, дотла сгорит», повторил он, уже совсем стариковским голосом, потряхивая головой и спускаясь с террасы. Я пошел провожать его. «Нет», сказал он, «ты останься, у тебя больное колено, и к тому же дом пуст, никого нет, хоть шаром покати». Я до околицы проводил его, узнал, что горит не село, а кабак за селом, и вернулся. Кабак этот стоял на краю деревни, сожжениях в тридцати от крайней избы по ту сторону проселочной дороги на чужой земле. Безветрие спасло Спасское. Слышал я потом, что крестьяне, как бы любуясь, обступили пылающий кабак, но и не думали тушить его. Кабак сгорел. Кабатчик, отважно спасая свое добро, получил немалое количество ожогов. Я видел, как на другой день ходил он по пожарищу и затем, присев на обгорелое бревно, тряпками стал перевязывать свои ожоги. Никакого при этом страдания от боли не выражало темное и суровое, но еще молодое лицо его. Крестьяне знали, что вместе с кабаком сгорели все ими заложенные вещи и радовались, что у кабатчика сгорела вся его выручка. Кажется, они ошиблись. Конечно, кабатчик уверял всех, что все у него погорело, и на другой день пришел к Ивану Сергеевичу просить его помощи. Иван Сергеевич дал ему двадцать пять рублей, но и эта ничтожная помощь крестьянам не понравилась. за что двадцать пять рублей, не за то ли уж, что он нас спаивал, да капиталы наживал, он и теперь нас богаче не пропадет, говорили мужики. Точно он был главный виновник их пьянства и разорения, а не они сами, не их собственная воля. Затем они приходили просить Ивана Сергеевича так распорядиться, чтоб у них кабака больше не было. Иван Сергеевич обещался им все сделать, что только он будет в силах. У вас будет не кабак, а часовня, решил он, а на основании закона близ часовни нового кабака начальство не дозволит выстроить. Вид этой часовни был помещен в Ниве 1883 год, номер 42, примечание Полонского. Иван Сергеевич был прав, что загорись не кабак, а село, все бы село выгорело дотла, в Спасском и в заводе не было пожарной трубы и бочек, да и пруды от села не так близки, чтобы можно было успешно добывать воду и тушить пожар. И все мне казалось живи, Иван Сергеевич, в России, в селе Спасском были бы и пожарные трубы, и бочки, разумеется, если бы кто-нибудь на это намекнул Ивану Сергеевичу. На всякое добро, на всякую жертву он был готов, как человек щедрый и любящий, но едва ли в нем самом была какая-нибудь инициатива или позыв на ту или другую практическую деятельность, помимо деятельности литературной. Через несколько дней после пожара состоялся деревенский праздник. Жена моя должна была ехать в Мценск для закупки лент, бус, платков, серег и тому подобного. Управляющий поехал за вином, пряниками, орехами, леденцами и прочими лакомствами. К семи часам вечера толпа уже стояла перед террасой. Мужики без шапок, бабы и девки нарядные, пестрые, как раскрашенные картинки, кое-где позолоченные сусальным золотом. Начались песни и пляски. В пении мужики не принимали никакого участия. Они по очереди подходили к ведру или чану с водкой, черпали ее стеклянной кружечкой и запрокидывали голову, выпивая. Только один пришлый мужик в красной рубашке и пел, и плясал, и кланялся, и подмигивал, и присвистывал. Помню, он спел какую-то сатирическую веселую песню на господ и очень сожалею, что не записал ее. Ивана Сергеевича больше всего занимал тип пришлого мужика в красной рубашке, черноволосого с живыми быстрыми маленькими глазами, веселого прилипалы, плясуна и любезника. — Ты что думаешь? — говорил мне о нем Тургенев. — В случае какого-нибудь беспорядка, бунта или грабежа он был бы всех беспощаднее, был бы одним из первых, даром, что он так юлил и кланялся. Ему очень хотелось, чтобы ты дал ему рубль или хоть дву гривен, а между тем слышал, какую он про барские причуды песню пел. Это брат тип. Я спросил Тургенева, зачем он не приказал мужикам надеть шапки. — Нельзя, сказал Тургенев, верь ты мне, что нельзя. Я народ этот знаю, меня же осмеют и осудят. Не принято это у них. Другое дело, если бы они эти шапки надели сами. Тогда и я был брат. И то уже меня радует, говорил он в другой раз, сидя с нами в коляске, когда мы катались, что поклон мужицкий стал уже далеко не тот поклон, каким он был при моей матери. Сейчас видно, что кланяются добровольно, дескать, почтение оказываем. А тогда от каждого поклона так и разило рабским страхом и подобострастием. Видно, Федот, да не дескать. числа к 12 часам ночи в Спасское прикатил Дмитрий Васильевич Григорович. Мы дожидались его в столовой, усадили за самовар и пробеседовали чуть ли не до двух часов по полуночи. Все были в самом веселом, даже можно сказать, в восторженном настроении духа. Григорович собирался приехать вместе с Савиной, которую должен был сопровождать. Савина приехала позднее. В связи с приездом актрисы в Спасское у Григоровича возникла идея разыграть домашний спектакль, который, однако, осуществить не удалось. В восьмидесятые годы Григорович с особенной теплотой относился к Тургеневу. «Чем больше живу, тем более привязываюсь к нему и люблю его», писал Григорович Полонскому, их общему другу. «Как личность, как человек, это положительно самый симпатический в русской литературе». Публикация Капелюша Григорович «Письма к Тургеневу и Полонскому». Тургеневский сборник, выпуск четвертый 1968 год, страницы с 398 по 406. Дмитрий Васильевич Григорович на другой же день обошел весь дом, часть сада и, казалось, всем был доволен уютно, чисто, просторно, все, что нужно. Ему же было и весело вспомнить, что здесь, в Спасском, он уже не впервые, что слишком двадцать лет тому назад он приезжал сюда к Капальному Тургеневу, еще бодрому и молодому. Здесь когда-то застал он и ядовитого эстетика Боткина, и флегматического на вид даровитого Дружинина, Колбасина и многих других. Здесь когда-то в саду, разлегшись в тени под деревьями, они разучивали роли из комедии «Школа, гостеприимства», ими всеми сообща состряпанной. А комедия это была веселый фарс, и фарс этот не только рассмешил, но и привел в неслыханное недоумение всех собравшихся из окрестностей смотреть, как играют литераторы. И грустно было думать, что из всех тогда действующих лиц уже немного осталось действующими на этом свете, что много с тех пор воды утекло, что самый дом уже не тот, и что даже трудно узнать, что теперешняя столовая с портретами и есть именно та самая комната, где были устроены подмостки, и где представлялась доморощенная пьеса с комической смертью всех действующих лиц повально. Воспоминания Григоровича в первом томе настоящего издания. При этом надо заметить, что к приезду Григоровича бильярд был уже с новыми лузами, и что библиотека приводилась в порядок при помощи того же студента медицинской академии Коцена. Коцену вообразилось, что весь русский отдел этой библиотеки можно разобрать, внести в каталог и по местам расставить в какие-нибудь два дня, но оказалось на деле, что и в две недели едва ли возможно совершить эту процедуру. Тургенев сам принимал участие в приведении в порядок своей библиотеки и очень сокрушался, что некоторые из очень дорогих изданий очевидно были украдены кем-нибудь из стародавних гостей, по русскому обычаю думающих, что зажилить или увезти книгу не значит украсть ее, а просто увезти и зажилить. Ведь похищают же невест и чужих жен, и это заворовство никем не почитается. Так не находил Тургенев одного редкого издания «Овидия» с гравюрами прошлого восемнадцатого столетия. Приезд Дмитрия Васильевича Григоровича в Спасское положил начало постепенному наплыву и других гостей, о которых, в свою очередь, будет мною упомянуто. Прежде всех при Дмитрии Васильевича Григоровича в Спасское появилась какая-то девушка, еще очень молодая, если не ошибаюсь, это была одна из сомневающихся и колеблющихся, чему ей верить и куда идти, по следам ли нигилизма, путем огульного отрицания, или кое-что признать и пристать какой-нибудь либеральной партии, одна из тех, убеждениями которых управляет не наука, а случай, я не помню ее фамилии. Она приезжала исповедовать Тургеневу свой образ мыслей и свое недомыслие, хотя, по-видимому, и не была коротко знакома с хозяином. Тургенев по обыкновению был с ней любезен, но сдержанно. Григорович был беспощаден, и, что всего удивительнее, она не только на него не сердилась, ей заметно нравилось, что так нецеремонно и так энергически грубо низводил он с пьедестала тот идеал эмансипированной девицы, которому она поклонялась. Тургенев же при нас за чайным столом вечером заявлял, что у него ничего нет общего с анархистами или террористами, что он никогда им не сочувствовал и не сочувствует, что насилие и политические убийства никогда не достигают своей цели, напротив, вызывают долгую реакцию, останавливают естественный рост народов и отравляют общественный организм подозрительностью и напряженным чувством опасливого самосохранения, что в участи тех, которые у нас так бесплодно погибают, нет даже ничего истинно трагического, и, развивая теорию трагического, Иван Сергеевич, между прочим, привел в пример Антигону Софокла. «Вот это, сказал он, трагическая героиня, она права, потому что весь народ, точно так же, как и она, считает святым делом то дело, которое она совершила, погребла убитого брата. А в то же время тот же народ и Креона, которому вручил он власть, считает правым, если тот требует точного исполнения своих законов, значит, и Креон прав, когда казнит Антигону, нарушившую закон. Это коллизия двух идей, двух прав, двух равнозаконных побуждений, и есть то, что мы называем трагическим. Из этой коллизии вытекает высшая нравственная правда, и эта-то правда всею тяжестью обрушивается на то лицо, которое торжествует. Но можно ли сказать, что то учение или та мечта, за которую погибают у нас, есть правда, признаваемая народом и даже большинством русского общества? Здесь я передаю не самые слова Ивана Сергеевича, а суть его мыслей вслух нам высказанных. Сложное отношение Тургенева к революционно-демократическому движению наиболее обобщенно выражено в его известных стихотворениях в прозе «Чернорабочий и белоручка и порог». А что именно это он нам высказывал, я могу сослаться и на Григоровича, и на ту, которая вынуждала его говорить так, а не иначе. Тургенев когда-то лично знавал покойного писателя князя Владимира Федоровича Адоевского и высоко ценил его. Я, пишущий эти строки, в 1858 году, незадолго до его кончины, встретился с князем за границу в Вейморе. Он тотчас же догадался, что я болен, стал навещать меня в гостинице и начал по-своему гомеопатией безуспешно лечить меня. Кажется, достаточно было один день провести с этим человеком, чтобы навсегда полюбить его. Но свет глумился над его рассеянностью, не понимая, что такая рассеянность есть сосредоточенность на какой-нибудь новой мысли, на какой-нибудь задаче или гипотезе. Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь Адоевский в своем халате и не всегда гладко причёсанный многим казался или чудаком, или чем-то вроде русского фауста. Для великосветских Дэнди и Барынь были смешны и его разговоры, и его учёность. Даже иные журналисты и те над ним иногда заочно тешились. И это как нельзя лучше выразилось в юмористических стихах Соболевского, которые, по счастью, сохранились в памяти Ивана Сергеевича. Припомнив их, Тургенев несколько раз повторял их вслух и читал не без удовольствия. Это было в дождливый день не то 29-го, не то 30-го июня. Случилось раз, читал Иван Сергеевич, стараясь читать как можно серьёзнее, но придавая комический оттенок своему лицу и повышением своего голоса. Случилось раз во время оно, что с дерева упал комар, и вот уж в комитет учёный тебя зовут, князь Вольдемар. Услышав этот дивный казус, зарывшись в книгах, ты открыл, что в Роттердаме жил Эразмус, который в парике ходил. Одушевясь, таким примером ты тотчас сам надел парик и с свойственным тебе манером главой таинственно поник. Хотя в известном отношении так начал ты комар есть тварь, но в музыкальном рассуждении комар есть в сущности звонарь, и если он паденьем в поле не причинил себе вреда предать сей казус Божьей воли и тварь избавить отсюда. Затем Тургенев стал припоминать и свои старые эпиграммы на своих старых приятелей. Из них лично для меня почти что ни одной не было неизвестной. Я признаюсь, не был их поклонником, никогда не ставил их наряду с эпиграммами Пушкина и не мог бы ни припомнить, ни записать их без помощи автора. Все эти эпиграммы относились еще ко временам той задорной молодости, которая подчас для острого словца не пощадит ни матери, ни отца. Эпиграммы, тогда сочиненные Тургеневым, по большей части относились к лицам, которых он любил и с которыми охотно проводил время. Но что же, говорил Тургенев, ведь никто же на эти эпиграммы не сердился, кроме Арапетова. Тот только один так обиделся, что на много лет перестал со мной кланяться. А Дружинин, например, первый смеялся, когда я прочел ему «Дружинин корчит европейца, как ошибается, бедняк, он труп российского гвардейца, одетый в аглицкий пиджак». А вот эпиграмма на Кетчера. Вот еще светила мира Кетчер, друг шипучих вин, перепер он нам Шекспира на язык родных осин. На Энсковом исполненный ненужных слов и мыслей, ставших общим местом, он красноречья пресным тестом всю землю вымазать готов. Тоже на одного московского профессора Ка. Полонский переводит эпиграммы Тургенева на Никитенко и на Кудрявцевом. Тургенев сочинение том 15 страницы 218 и 221. Он хлыщ, но как он тих и скромен, высок и в то же время томен, как старой девы бельеду, но, возвышаясь постепенно, давно стал скушен несравненно педант, вареный на меду. На Боткина была большая эпиграмма, пародия на пушкинское стихотворение Анчар, но Тургенев тщетно старался ее припомнить, и только один куплет промелькнул в его памяти. К нему читатель не спешит, и журналист его боится, по нае вздуру набежит, и, корчась в муках дали мчиться. Совершенную для меня новостью была только эпиграмма, написанная Тургеневым еще в сороковых годах на Достоевского, после повести его «Бедные люди». Я никогда прежде не слыхал этой эпиграммы. В ней нет ничего особенно обидного, соль ее далеко не едкая. Но Достоевский уже и в то время болезненный, был не из числа тех юношей, которые, прочтя эпиграмму, отнеслись бы к ней шутя, как дружинин, или бы охотно ему за нее простили, как кетчер. Достоевский мог совершенно впоследствии забыть эту эпиграмму, но семя вражды, глухое и бессознательное, осталось в нем. Да и трудно было молодому Достоевскому не вообразить себе, что эпиграмма Тургенева не выросла на почве самой ядовитой зависти. Но кто знал хорошо Тургенева, тот, конечно, поймет, что в нем не было ни на каплю литературной зависти, и что в этом случае эпиграмма была вызвана тем ранним самомнением, которое обнаруживал Достоевский, и которого был так чушь Тургенев. Иван Сергеевич постоянно ставил себя ниже Пушкина, ниже Гоголя, и даже ниже Лермонтова. Вот эта эпиграмма. «Рыцарь горестной фигуры, Достоевский, юный пыщ, на носу литературы ты вскочил, как яркий прыщ, хоть ты новый литератор, но в восторг уж всех поверг, тебя хвалит император, уважает Лейхтенберг». Авторами эпиграммы были Некрасов и Тургенев. Достоевский, конечно, был нисколько не виноват в том, что повесть его «Бедные люди» читалась при дворе и читалась в такое время, когда к литературе и тогдашним литераторам сановные люди относились свысока или с нисходительным презрением. «Да», говорил Тургенев, «Все это были грехи задорной юности моей, а о своих молодых грехах иногда не мешает и вспоминать, их уже не вернешь». Кажется, что может быть проще истины? Молодости вернуть нельзя. Кто этого не знает? А между тем, для меня нет ничего страшнее этой простой истины, она гораздо страшнее, чем ад, описанный Дантом в его божественной комедии. Для меня в непреложности законов природы есть нечто самое ужасное, так как я никакой цели, ни злой, ни благой не вижу в них. Так прибытие Григоровича придало нашим беседам несколько литературный оттенок. Вскоре после эпиграм, когда мы втроем сидели в казино с овальным столом из карельской березы, а небо хмурилось и не пускало нас в сад, когда зеленые бочки по углам дома были переполнены дождевой водой, а перед террасой на площадке стояли лужи, мы то сидели, то прохаживались в тесном пространстве небольшой комнаты и беседовали, не замечая погоды. Тургенев рассказал нам содержание одной пришедшей ему в голову фантастической повести. Вот это содержание. Муж ненавидит жену, убивает ее на дороге и прячет в лесу ее труп, приходит в город, заходит в гостиницу и заказывает кофе. «Для вас одного или для двоих?» спрашивает Кельнер. Это его поражает. На улице попадаются ему знакомые, которые кланяются ему и кланяются еще кому-то, словом, все видят жену его, все кроме его. Он чует ее присутствие около себя, оно тяготит его, мучит, преследует, но он ничего не видит. Мало по малу он доходит до такого состояния, что заклинает жену свою появиться, показаться ему. Он становится даже на колени перед чем-то невидимым, не зная, где оно, и тщетно. Затем он является в суд и говорит, что он убийца. Ему не верят, он доказывает. Перед казнью он видит призрак жены и примиряется с судьбой своей. Тургенев развивал эту мысль несколько подробнее. Полунский приводит сюжет неосуществленного замысла Тургенева. В черновой тетради 1877-1879 годов сохранилась Тургеневская запись, подтверждающая точность рассказа мемуариста. Можно будет сделать когда-нибудь фантастический рассказ о человеке, убившем жену, и которого потом преследует ее тень, привидение, которое он сам никогда не видел, но которое видят другие. Это должно довести до отчаяния, до самообвинения, до самоубийства. Я видел такой сон, из него можно нечто сделать. Тургенев сочинение том 13 страница 601 О том, что Тургенев начал работать над замыслом, свидетельствуют подробные характеристики героев новой повести, составленные писателем. Тургенев сочинение том 13 страницы с 325 по 347 Сохранился также и фрагмент другой неосуществленной повести «Старые голубки», сюжет которой приведен в мемуарах Полонского. Тургенев сочинение том 13 страницы с 348 по 351 «Мне решительно это не нравится», заявил Дмитрий Васильевич Григорович «Психологически необъяснимо, почему жену видят не он, а другие». Тургенев, как кажется, совершенно согласился с ним, по крайней мере, не возразил ему. «Но разве преступнику не могло казаться, что все, кроме его, видят жену его? Разве Кельнер не мог предположить, что он пришел вдвоем с товарищем, что товарищ его отстал, но тотчас же присядет к тому же столику и будет также пить кофе? Разве преступник не мог вопросы Кельнера для двоих иначе понять, иначе растолковать себе? Слова эти разве не могли послужить началом его галлюцинации? Затем зашел разговор о том, как пишутся или создаются повести. Так Тургенев сознавался нам, что он не может продолжать писать, если недоволен фразой или местом, которое не удалось ему. Другие на это не обращают внимания, пишут все сначала до конца в черне, потом постепенно отделывают по частям, иногда сначала, иногда с конца. Так писал Диккенс. Одни пишут отрывками и потом сводят их, другие сами не знают, что выйдет из лица неожиданно появившегося в романе или повести, иногда лицо это вдруг так ярко обрисуется в воображении, что заслоняя другие лица делается первенствующим. Так часто случалось с Григоровичем по его собственному признанию. Но упреки Тургеневу, зачем он перестал писать и, что напрасно он говорит, что талант может выписаться, Тургенев оправдывался тем, что уже в писании он не находит никакого особенного удовольствия. Прежний зуд прошел, это тоже, что мужское бессилие, очень прискорбно, что оно есть, но что же делать, ничего не поделаешь. Вот недавно, продолжал он, начал я повесть старые голубки, написал несколько строк и дальше не мог. А сюжет мне очень нравился, и я глубоко со всех сторон его обдумал. Рассказывай, какой сюжет, спросил я Тургенева. А вот какой. У некоего старика, управляющего имением, живет приезжий сын, молодой человек, к нему приехал товарищ, его тоже молодой, народ веселый и бесшабашный. Обо всем зря сложились у них понятия, обо всем они судят и рядят, так сказать, безапелляционно, на женщин глядят легкомысленно и даже несколько цинично. В это же время в усадьбе поселяется старый помещик с женой, оба уже не молодые, хотя жена и моложе. Старик только что женился на той, которую любил в молодости. Молодые люди потешаются над амурами стариков, начинают за ними подсматривать, бьются об заклад. Наконец, сын управляющего, шутя, начинает волочиться за пожилой помещицей и что же замечает к своему немалому удивлению? Что любовь этих пожилых людей бесконечно сильнее и глубже, чем та любовь, которую он когда-то знал и наблюдал в знакомых ему женщинах. Это его озадачивает. Мало-помалу он влюбляется в пожилую жену старого помещика и, увы, безнадежно. С разбитым сердцем уезжает неосторожный любопытный юноша. И пари он проиграл, и проиграл прежний мир души своей. Любовь уже перестала казаться ему прежней шалостью или чем-то вроде веселого препровождения времени. Вот главное содержание, и это была бы одна из самых трудных по исполнению повестей моих, так как ничего нет легче, как в таком сюжете переступить черту, отделяющую серьезное от смешного и пошлого. И ничего нет труднее, как изобразить любовь пятидесятилетнего старика достойного уважения, изобразить так, чтоб это не было ни тривиально, ни сентиментально, а действовало бы на вас всею глубиною своей простоты и правды. Да, господа, это очень трудный сюжет. Но на большой террасе раздался звон призывного колокола, и все мы пошли в столовую обедать. И за обедом, и после обеда вечером Иван Сергеевич был говорлив и интересен по обыкновению. Вот что я помню из того, что в этот день говорилось. Да, говорил Тургенев, смешное для одного народа вовсе не смешно для другого и наоборот. То, что смешит француза, англичанин выслушает равнодушно, даже не улыбнется. И то, отчего англичанин расхохочется, французу вовсе не покажется смешным. Так, известный писатель Мэри Мэ знал по-русски и читал мне стихотворение Пушкина, которого он был великим поклонником. Над Невою резво вьются флаги пестрые судов. И я не смеялся, хотя француз каждое слово произносил по-своему. Вообще, дурной выговор и чужой язык нисколько не смешат русского человека. А раз Теккерей упросил меня прочесть ему что-нибудь по-русски, я стал наизусть читать ему одно из самых музыкальных по стиху стихотворений Пушкина. И что же, не успел я и десяти стихов прочесть, как Теккерей покатился от неудержимого смеха, так стал хохотать, что сконфузил своих дочерей. Звуки чужого языка были для него смешны. Раз я был у Карлейля, надо вам сказать, что никто так не поражал меня своим образом мыслей, как этот Карлейль. Беспрекословное повиновение считал он лучшим качеством человека и говорил мне, что всякое слепо повинующееся своему монарху государство он считает лучше и счастливее Англии с ее свободой и конституцией. На мой вопрос, какого английского поэта он считает выше всех, он мне назвал одну посредственность какого-то несчастного лирика, жившего в конце восемнадцатого столетия, а о Байроне отозвался с пренебрежением. Затем он уверял меня, что Диккенс для англичан не имеет никакого значения, а нравится только иностранцам. Словом, много наговорил мне нелепостей и непостижимых, но когда я рассказал ему, что глаза мои страдают иногда темными пятнами и что однажды на охоте вдруг показалось мне, что что-то серое пробежало по лугу, я подумал заяц, поднял ружье и непременно бы выстрелил, если бы сам не догадался, что это в глазу темная подвижная точка ввела меня в заблуждение. Выслушав это, Карлейль немного подумал и вдруг стал хохотать и долго никак не мог удержаться от хохота. Чего он смеется? Я сначала понять не мог, ничего смешного, в моем рассказе я даже не подозревал. Ха-ха-ха! Завопил он, наконец, в свою собственную точку стрелять, в точку, в глазу. Ха-ха-ха! Тут только я догадался, чем я так рассмешил его. Ни русский, ни француз, ни немец ничего бы смешного не нашли в этом случае. Тоже можно сказать и про театр. Кривляк актер, которого каждый немец и француз готовы освистать, забросать яблоками печеными, английскую толпу может привести в восторг неслыханный. Взгляд на нравственность тоже у каждого народа различный. То, что для русского возмутительно, для француза не только не возмутительно, но достойно всякого сочувствия и наоборот возмутительное для француза нисколько не смутит русского человека. Раз в Париже давали одну пьесу, Тургенев назвал пьесу, но я не помню этого названия. Речь идет о пьесе Ожье Мадам Каверле. Философские мысли о критериях нравственности, высказываемые Тургеневым в связи с этим спектаклем, имели для писателя глубоко принципиальное значение. Не случайно он вспоминал об этом в течение ряда лет, и рассказ его о спектакле и реакции французов приводится в разное время разными мемуаристами. Об этом статья Алексеева Тургенев в спорах о пьесе Ожье Тургеневский сборник выпуск 3 1967 1967 год Яв, Лобер и другие из числа французских писателей собрались на эту пьесу взглянуть, так как она немало наделала шума. Нравилась она и журналистам, и публике. Мы пошли, взяли места рядом и поместились в партере. Какое же увидел я действие? А вот какое. У одного негодяя была жена и двое детей, сын и дочь. Негодяй муж не только прокутил все состояние жены, но на каждом шагу оскорблял ее, чуть не бил. Наконец, потребовал развода, развода и раздела имущества, что, впрочем, нисколько не дает жене права выйти вторично замуж. Он остается в Париже кутить, она с детьми на последние средства уезжает, если не ошибаюсь, в Швейцарию, там знакомится она с одним господином и, полюбив его, сходится с ним и почти что всю жизнь свою до старости считается его женой. Оба счастливы. Он трудится и заботится не только о ней, но и о ее детях, он их кормит, одевает, обувает, воспитывает. Они также смотрят на него, как на родного отца и вырастают в той мысли, что они его дети. Наконец, сын становится взрослым юношей, сестра, девушкой, невестой. В это время состарившийся настоящий муж узнает стороной, что жена его получает большое наследство. Проведав об этом, старый развратник, бесчестный и подлый во всех отношениях, задумывает из расчета опять сойти с женой и с этой целью инкогнито приезжает в тот город, где живет брошенная им мать его детей. Прежде всего, он знакомится с сыном и открывает ему, что он отец его. Сыну же и в голову не приходит спросить, отчего же, если он законный отец, он не жил с его матерью, и если он и сестра его, его дети, то отчего в продолжение стольких лет он ни разу о них не позаботился. он он начинает мысленно упрекать свою мать и ненавидеть того, кто один дал ей покой и на свои средства воспитал его и сестру как родных детей своих. И вот происходит следующая сцена. На сцене брат и сестра входит воспитавший их друг их матери и по обыкновению здороваясь, как всегда, хочет прикоснуться губами к голове девушки, на которую с детства он привык смотреть, как на родную дочь. В эту минуту молодой человек хватает его за руку и отбрасывает его в сторону от сестры. «Не осмеливайтесь прикасаться к сестре моей», выражает его негодующее гневное лицо, «Вы не имеете никакого права так фамильярно обходиться с ней». И весь театр рукоплещет, все в восторге. Не от игры актера, а от такого благородного прекрасного поступка молодого человека. Вижу, Флобер тоже хлопает с явным сочувствием к тому, что происходит на сцене. Когда мы вышли из театра, Флобер и все другие французы стали мне доказывать, что поступок молодого человека достоин всяческой похвалы и что поступок этот высоконравственный, так как чувство, которое сказалось в нем, поддерживает семейный принцип или то, что называется честь семьи. И вот чуть ли не всю противное, доказывал, что поступок этот омерзительный, что в нем нет главного чувства чувства справедливости, что если бы такая пьеса появилась на русской сцене, автора не только о шиколе, стали бы презирать как человека, проповедующего неправду и безнравственность. Но как я не спорил, что не говорил, они остались при своем мнении. Так мы и порешили, что русский и французский взгляд на то, что нравственно и безнравственно, что хорошо и дурно, не один и тот же. Второго июля вечером Григорович и я покинули Спасское, опоздали на последний поезд и должны были переночевать в Амценске. На другой день к вечеру мы уже были в Москве. За сим на несколько дней я отправился на свою родину в Рязань, где я не был лет около тридцати. В мое отсутствие Тургенев продолжал рассказывать детям моим свои послеобеденные сказочки, которые он, так сказать, импровизировал. Первая сказка, при мне им придуманная, не займет и страницы печатной, так она была мала и так похожа на одно из его стихотворений в прозе. Вот она. Капля жизни У одного бедного мальчика заболели отец и мать. Мальчик не знал, чем им помочь и сокрушался. Однажды кто-то и говорит ему, есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в известный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды, и кто эту каплю проглотит, тот может исцелять не только не дуги телесные, но и душевные немощи. Скоро ли, долго ли, неизвестно, только мальчик отыскал эту пещеру и проник в нее. Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом. Оглядевшись, он пришел в ужас, вокруг себя увидел он множество гадов самого разнообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего. Он стал ждать. Долго ждал он. Наконец видит, на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде блестящей слизи, и вот понемногу стала навертываться капля, чистая, как слеза, и прозрачная. Казалось, вот-вот она набухнет и упадет, но едва только появилась капля, как уже все гады потянулись к ней и раскрыли свои пасти. Но капля, готовая капнуть, опять ушла. Нечего делать. Надо было опять ждать, ждать и ждать. И вдруг снова увидел он, что мимо него, чуть не касаясь щек его, потянулись кверху змеи, и гады разинули пасть свою. На мальчика нашел страх, вот-вот он думал, все эти твари бросятся на меня, вонзят в меня свои жалы и задушат меня. Но он справился с своим ужасом, тоже потянулся к верху, и, о чудо, капля живой воды капнула ему прямо в раскрытый рот. Гады зашипели, подняли свист, но тотчас же посторонились от него, как от счастливца, и только злые глаза их поглядели на него с завистью. Мальчик недаром проглотил эту каплю. Он стал знать все, что только доступно человеческому пониманию. Он проник в тайны человеческого организма и не только излечил своих родителей, стал могуществен, богат, и слава о нем далеко прошла по свету. И только-то спросили дети. А чего ж еще вам? возразил Тургенев. Ну, на этот раз вас довольно. Завтра начну вам рассказывать длинную сказку, только дайте подумать. Дня через два или три началась новая сказка, что еще раз доказывало, до какой степени фантазия Тургенева была еще свежа и неистощима. Сказка эта после понюшки табаку Иван Сергеевич не расставался с табакеркой, рассказывалась как бы по главам. Сегодня одна глава, завтра другая и в разное время, иногда после обеда, когда подавали кофе, иногда вечером. «Напишу только то, что я слышал своими ушами и, разумеется, без всяких промежутков во времени, замечу только, что последняя слышанная мною сцена уже рассказывалась при графе Льве Николаевиче Толстом и очень его смешила. Вот эта сказка в сокращенном виде и без конца. Самознайка Сказка, написанная для старшего сына Полонского Александра. В это же время Тургенев сочинил юмористические стихи «Жил-был некакий мальчишка», названные Полонским сатирой на мальчика всезнайку. Тургенев сочинение том пятнадцатой страницы двести двадцать восьмая и четыреста девятнадцатая. Сказка первая. Жили-были два мальчика, два брата. Один из них был самоуверен и нерассудителен, другой рассудительно мнителен. Первого из них звали Самознайкой, так как он ни над чем не задумывался и постоянно восклицал «О, это я знаю, это я знаю». Другого мы будем называть просто рассудительный. Это же были не настоящие их имена, а прозвище. В окрестностях, где жили мальчики, был старый густой заброшенный сад. И сказали им, что в этом саду есть пещера, и что тот, кто найдет ее и проникнет, получит клад, но чтобы войти в нее, надо произнести два слова, и чтобы каждое слово состояло из трех слогов. Самознайка и говорит брату «Пещера? Какая пещера? О, я знаю, я ее видел. Я сейчас же пойду и найду ее». Пошел. Долго искал, страшно устал и ничего не нашел. Рассудительный, напротив, стал мало-помалу расспрашивать старых людей, и один дряхлый, очень дряхлый садовник указал ему спрятанную в зелени голубую дверку. «Вот тут пещера», сказал он. «Ну, так и есть. Я знал, что голубая дверка», заметил самознайка, когда брат рассказал ему о своем открытии. «Я это знал. Я мимо нее проходил и тотчас же пойду, скажу два слова и войду в нее». Побежал, наговорил кучу трех сложных по паре слов, но дверка не отворилась. Вслед за ним пошел рассудительный и сказал «Пе-ще-ра-от-во-рись». И она отворилась. И вошел рассудительный в сумрачный грот и видит, в гроте сидит зеленая женщина или фея. Очень удивился. Зеленая фея приняла его недружелюбно, он ясно видел, что она на него зла и что ей досадно. «Ну, хорошо», сказала она, «я отдам тебе клад, только с уговором. Возьми, съешь это зеленое яблоко, я хочу тебя им угостить». Рассудительный, подумал, подумал, и не взял этого яблока. Ведь она, рассуждал он, меня приняла недружелюбно. «Из каких же благ она станет угощать меня?» «Нет», сказал он, «я лучше приду в другое время». Не взял у нее яблоко и ушел. Рассказал об этом брату. «Ах, какое же ты! Как тебе не стыдно!» стал стыдить его брат. «Феи всегда угощают яблоками. Я это слышал, я это знаю». И тотчас же побежал в пещеру. «Пещера, отворись!» Пещера отворилась. Самознайка смело вошел и, увидевши зеленую женщину, тотчас же взял яблоко и стал есть его. Съел. И вдруг чувствует, что формы его меняются, что он все делается меньше, меньше и фея превратила его в ящерицу. Часть вторая. Рассудительный долго ждал брата и не дождался. Он знал, что брат побежал в пещеру и пошел искать его. «Где мой брат?» спрашивает он зеленую женщину. «Не знаю», отвечает ему зеленая женщина. Он поглядел ей в глаза и усомнился. «Но я до тех пор не выйду, пока ты мне не скажешь, где мой брат». Зеленая женщина знала, что если человеческое существо в ее гроте пробудет с ней два часа, она пропала, она должна будет уступить все свои сокровища и исчезнуть. Но до двух часов еще оставалось немало времени, и она упрямилась. Вдруг видит рассудительный, что одна из ящериц подбегает к нему, поднимает свою головку, глядит ему в глаза, прижимает к себе свои передние лапки и даже показалось ему старается перекреститься. «Уж не это ли мой брат?» подумал рассудительный. «Не уйду», сказал он решительно, «пока не увижу брата». Время шло. Делать было нечего, фея принесла какие-то каббалистические слова и дотронулась до ящерицы своим жезлом. И вдруг эта ящерица стала пухнуть, пухнуть, расти, расти, вдруг шкурка ее лопнула и выскочила из нее самознайка. «Вот и я!» воскликнул он, как ни в чем не бывало. Зеленая же фея, чтобы как-нибудь избавиться от посещения их, предложила рассудительному взять у ней на довольно большую сумму золото и серебра, с тем только, чтобы он уже больше не посещал ее. Рассудительный не был жаден, взял деньги и поделился с братом. Получив деньги, самознайка тотчас же отправился путешествовать. Где-то на дороге заехал он в гостиницу, велел подать себе самый дорогой обед и, главное, устриц, о которых он слыхал, как о лакомом блюде и о котором не имел никакого понятия. «Прикажете вскрыть?» спрашивает его слуга. «Вскрыть? Какой вздор! Подайте мне их в целости, я не желаю, чтобы их вскрывали». Ему приносят устрицы в раковинах. Он начинает их грызть и никак не может, все смеются. «Тьфу! Какие старые устрицы вы мне подали!» говорит самознайка и уезжает, сопровождаемый хохотом всей трактирной прислуги. Долго ли, коротко ли путешествовал наш самознайка неизвестно. Известно только, что он порастранжирил все свои деньги и, наконец, заехал в какое-то очень далекое и очень своеобразное государство. Тут узнал он, что царь хочет в саду своем построить павильон и выбирает для этого самых лучших архитекторов. Самознайка тоже является к царю и уверяет его, что строить он умеет так, как никто и что выстроит он ему не павильон, а чудо. Царь, пораженный его молодостью, поручает ему постройку. Строит, строит самознайка и удивляет всех архитекторов. Все у него валится, а крыша покрывается картонной бумагой. Наконец, архитекторы докладывают царю, что самознайка не только взялся не за свое дело, но не знает даже таблицы умножения. Повели самознайку на допрос. После допроса самознайка сказал царю, что он все знает, но что в государстве совсем не та арифметика и что там у него, в его отечестве, считают совершенно иначе. Оставили его достраивать павильон. Пришел сам царь и видит, что павильон оклеен бумагой и покрыт картоном. Царь так рассердился, что самознайка осмелился обмануть его, что тотчас же велел его засадить в тюрьму. Но он подкупает стражу и уговаривается с самознайкой бежать из города. Все ему дается как нельзя лучше, но самознайка уверяет брата, что он очень хорошо знает, какой дан караулам пароль и лозунг и так завирается на заставе при выходе из города, что его ловят, опять сажают в тюрьму, по приказанию царя судят и присуждают к спринцовочной казни, изобретенной только в этом государстве. И всегда совершаемой в присутствии всего двора. Третья часть Давно уже самознайка слышал об этой спринцовочной казни, и так как не раз видал в аптеках разные спринцовки, думал, что эта казнь больше ничего как потеха. Ну, думает, что за беда, что будут в меня брызгать, все это пустяки, все вздор, эта казнь. И очень храбрился он в своем заточении. Наступил наконец и день самой казни. За ним пришли. Самознайка вдруг испугался, стал плакать и рваться, но как он не плакал, как не вырывался из рук, привели его в огромную залу, наполненную высшими представителями правосудия и придворными. царь сидел и смотрел на приготовление. Самознайку раздели и посадили на возвышении спиной к открытому окну. Против скамьи, куда посадили самознайку, стояла колоссальная спринцовка, поршень которой натягивался посредством особенного механизма с пружинами. Спринцовку эту одним передним концом погрузили в огромный чан и поршнем стали натягивать воду. Наконец поршень вытянули, закрепили и трубку стали нацеливать на самознайку, который был бледен, как смерть и весь дрожал от страха. «Пущай!» крикнул царь. И вдруг из спринцовки с шумом точно выстрел вылетела широкая струя холодной воды. Струя эта была так сильна, что самознайка не мог удержаться, и подхваченной силой воды вылетел вместе с нею в открытое настежь окошко. Четвертая часть. За окошком был царский фруктовый сад, где было множество вишен. Вишни эти были только что собраны, лежали на земле в виде громадных куч. К счастью для самознайки, он, вылетев из окошка, упал и ткнулся именно в одну из этих вишневых куч. И тотчас же весь зарылся в ягодах. Царь немедленно приказал во что бы то ни стало живого или мертвого отыскать его, но сколько не искали его в саду, никто нигде не мог отыскать его. Царь очень рассердился, топнул ногой и объявил, что он всех судей, всех сторожей, и даже жены дочерей их подвергнет точно такой же спринцовочной казни. Но все поиски оказались тщетными, придворные трепетали за участь своих родных и знакомых. В это время в городе оказался рассудительный. Следя за участью брата и узнавший от придворных, что брат его пропал, точно улетел, что он, вероятно, какой-нибудь колдун, и что беда, большая беда всем, если не найдут его, рассудительный подумал и отправился к царю. Так и так, говорит, позвольте мне отыскать самознайку, может быть, я и найду его. Хорошо, говорит царь, ступай, ищи, и беда твоя, если ты мне не найдешь его. Рассудительный взял с собой кое-кого из прислужников, пошел осматривать сад и подошел к тому окошку, из которого вылетел несчастный брат его. Брат, где ты, откликнись, кричит рассудительный, молчание. Самознайка, где ты, подай голос. Нигугу. Самознайка, наевшись вишен, сидел в своей куче и не подавал голоса. Хорошо же, подумал рассудительный и завел разговор с своими провожатами. А что братцы? Спросил он. Знаете ли вы, сколько частей света? Те подумали и отозвались незнанием. А я знаю, пропищал чей-то голос из вишневой кучи. Самознайка не вытерпел, чтоб не показать своего знания, и выдал себя. Его тотчас же и нашли, вытащили из кучи всего выпачканного в вишневом соку, с сизыми губами и полным животиком. Рассудительный не дал самознайке ни вымыться, ни оправиться, и ни без умысла в таком виде повел его к царю. Он знал, что царь расхохочется, и действительно, царь расхохотался, и уже готов был самознайку простить и пустить на все четыре стороны. Ха-ха-ха, хохотал он, хорош, хорош ты, клестирный архитектор. Ну, а разве ты не знаешь, сколько частей света? Знаю-с, смело и весело отвечал самознайка. Ну, сколько же, по-твоему? Шесть, отвечал самознайка. Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия. Тут только пять? Какая же шестая? Самознайка задумался. Надо же что-нибудь отвечать, подумал он, но какая же шестая? Какая шестая? Сказал он, не без некоторой наглости, а шестая часть света это география. Не слыхал я о такой части света, сказал царь, а если есть такая часть света, то я дам тебе солдат в провожатые, велю держать тебя на цепи, чтоб ты не убежал, а ты садись верхом и поезжай в эту географию, покажи им шестую часть света и привези мне оттуда фруктов, я хочу узнать, какие фрукты растут в географии. Неудержимый смех всех присутствующих сопровождал этот рассказ, и если он оказался вовсе не смешон под пером моим, значит, я не могу так забавно рассказывать, как Тургенев. В числе слушателей этого отрывка был на этот раз и граф Лев Николаевич Толстой, он также смеялся. Что случилось далее с героем рассказа самознайкой, я не знаю. Приезд желанных гостей сделал то, что Тургеневу некогда было продолжать рассказ свой, а когда стал он продолжать его, меня уже не было, я был в Петербурге. Правда, дети мои, вернувшись из Спасского, старались передать мне конец этой сказки, но мне показалось, что все то, что они припомнили, не стоит записывать, выходила какая-то путанная и очень сложная история. Замечу только, что отношения Тургенева к детям были самые нежно заботливые отеческие. Не раз он экзаменовал их и не раз приводил им в пример бедных крестьянских мальчиков, если замечал в них какой-нибудь каприз, недовольство или нетерпение. Самые сказки о живой капле и самознайке в устах его имели педагогическую цель. Он рассказывал их не просто ради приятного препровождения времени, и, смею думать, сказки эти оставляли кое-какие следы в уме детей. По крайней мере, старший сын мой далеко уже не так часто говорил, что он знает то или это. до того прозвище самознайки показалось ему обидным. Что касается до того, были ли эти рассказы вполне оригинальными или Тургенев их откуда-нибудь заимствовал, не знаю. Велика была начитанность Тургеневым, велика была его память, и не мне решать этот вопрос. Дети вообще любили Тургенева и обращались с ним иногда без всякой церемонии, готовы были теребить его и за нос, и за бороду, и всегда он им что-нибудь рассказывал. Так однажды лежал он на диване, уже обитом новой материи, и помещенном против выходной двери на террасу под портретом Николая Сергеевича Тургенева на диване, который назвал он самосоном. Тургенев любил на нем дремать, уверяя, что диван этот клонит его ко сну всякий раз, когда он на него приляжет, а потому он и есть самосон. Итак, однажды дети не давали ему дремать, а он рассказывал им, какой чудесный он видел сон. Какой же сон? Рассказывайте, какой сон? И будто бы лежу я на большущей перине, а вы много-много детей держат эту перину за края и тихонько ее приподнимают и покачивают. И так мне приятно. Я лежу точно на облаке и покачиваюсь, и будто бы все вы должны меня слушаться, а кто не слушается, тому я тотчас же отрубаю голову. «Неправда, неправда, это вы должны нас слушаться, и ишь вы какой!» И подобные восклицания, сопровождаемые смехом, заметно радуют добрейшего из людей Ивана Сергеевича. На другой день после моего возвращения в Спаское, а именно 8 июля, в среду, Тургенев получил телеграмму от Льва Николаевича Толстого с уведомлением, что в Амценск он прибудет в 10 часов вечера, в четверг. Тургенев распорядился о высылке в Амценск лошадей на следующий же день или в четверг, как значилось в телеграмме. В этот же день после чая мы скоро разошлись по своим комнатам. Я сел к столу, придвинул свечу и, записывая свои дорожные впечатления, незаметно до часа по полуночи. Вдруг слышу на дворе кто-то свистнул и затем чьи-то шаги ла и собаки. Я поглядел в окно и в безлунном мраке с черными признаками чего-то похожего на кусты ничего разглядеть не мог. Я опять сел писать и опять слышу кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь топот лошади. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный голос. Я подумал, это бредит кто-нибудь из детей моих. Иду в детскую, опять слышу голос, но уж явственный и узнаю голос Ивана Сергеевича. Что за черт? Уж не воры ли забрались к нему? Иду в потемках через весь дом и отворяю двери в ту комнату, откуда идет дверь на террасу, а направо дверь в кабинет Ивана Сергеевича. Вижу, горит свеча и какой-то мужик в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглой, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос. Это вы Полонский? Тут только я признал в нем графа Льва Николаевича Толстого. Мы горячо обнялись и поцеловались. Оказалось, что граф спутал дни, принял среду за четверг и послал такую телеграмму, которая вовсе не обязывала Ивана Сергеевича посылать за ним экипаж вместо четверга в среду. Граф по железной дороге приехал в Амценск, разумеется, не нашел тургеневских лошадей и нанял ямщика свести его в Спасское. Ямщик долго ночью плутал и только к часу ночи кое-как добрался до Спасского. Тургенев тоже еще не ложился спать и писал «Удивление и радость его видеть графа у себя была самая искренняя. В столовой появился самовар и закуска. Беседа наша продолжалась до трех часов по полуночи». Слишком двадцать лет прошло с тех пор, как в Баден-Бадене я виделся с графом и нисколько не удивительно, что сразу не мог узнать его. «Лета не только наружно, но и нравственно», значительно изменили графа. Я никогда в молодые годы не видал его таким мягким, внимательным и добрым, и, что всего непостижимее, таким уступчивым. Все время, пока он был в Спасском, я не слыхал ни разу, чтобы он спорил. Если он с кем-нибудь и не соглашался, он молчал, как бы из снисхождения. Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживший, много передумавший. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью. На другой день его приезда очень смешной анекдот случился с Иваном Сергеевичем. За час до обеда ему доложили, что повар пьян, и что обеда готовить некому. Сначала это его озадачило, нельзя же было гостя оставить без обеда. И вот Иван Сергеевич сам вызывается идти и стряпать. Потирая руки, говорит он, как он будет резать морковку и рубить котлеты. Вот уж он отправляется в кухню, но Захар, одноглазый, как Аргус, и таинственно молчаливый, но не глухой, тотчас же останавливает порыв своего бывшего барина и делает ему строгий выговор. Это не ваше дело, говорит, уходите, обед мы и без вас состряпаем. И Тургенев тотчас же послушно возвращается в наше общество. Так кулинарный талант почтенного Ивана Сергеевича и остался для потомства покрытым мраком неизвестности. Я не вправе передавать здесь наших бесед с графом Львом Николаевичем, но смею уверить, что в них ничего не было такого, что принято в обществе называть нецензурными разговорами. Мы только узнали подробности, как граф Лев Николаевич Толстой ходил пешком на богомолье в Оптину пустынь в простом крестьянском платье и в такой же обуви. То, что говорил он о пустыне, я тоже не имею права передавать. Скажу только, что рассказ его был интересен и любопытен в высшей степени. В особенности любопытен психический анализ или характеристический очерк двух оптинских пустынников или схимников. Граф был и у раскольников. Воздыханцы, которых гонят, обнаружили графу такое недоверие, что и говорить с ним не стали. Видел граф и одну раскольничью богородицу, и в ее работнице нашел к немалому своему изумлению очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками, тонкими пальцами. На преследовании раскола граф, если не ошибаюсь, смотрит, как на дело, противное духу народному. В расколе он видит исканье ближайших путей к тому христианству, которое утратилось, а на заблуждающихся смотрит отеческими глазами, как, по его мнению, должно смотреть и наше правительство. Что касается доположения нашего крестьянства, граф полагает, что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что, если все пойдет по-старому, через двадцать пять лет девять десятых народа не будет знать, чем кормить своих детей. Граф никому из нас не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то в молодости знавал его. В Спасском он пробыл не более двух суток и уехал, торопясь в свои самарские имения к тому времени, как начнется жатва. Только что уехал граф Толстой, в Спасское приехала Савина. Иван Сергеевич давно уже перестал ожидать ее, даже бился со мной об заклад, что она не приедет. Пусть многоуважаемая артистка когда-нибудь сама пишет свое пребывание в гостях у Ивана Сергеевича. Я только кое-что здесь напомню ей. Погода с ее приездом изменилась к лучшему. Но шестнадцатого июля, когда мы обедали на террасе, налетела буря с дождем и громом, мгновенно брызгами окатила весь стол, и когда мы поспешили в комнаты, стекла из дверей посыпались осколками. С трудом обед наш был перенесен в столовую. На другой день, семнадцатого июля, я праздновал день нашей свадьбы. За обедом Иван Сергеевич говорил спич, разливал шампанское, со всеми чокался и всех целовал. Мария Гавриловна как-то раз сказала нам, что никакому любовному письму она никогда не верила и не поверит, что в таких письмах она видит только фразы, фразы и фразы. И вот что на это сказал ей Тургенев. Однажды к матери моей приехала одна барыня, которая потеряла сына и так глупо, так неестественно рассказывала о своем горе, так фразисто, что меня коробило. Она показалась мне ломающейся притворщицей, которая вовсе ничего не чувствует и приехала только для того, чтобы возбудить наше к ней сожаление. Я и мать моя внутренне ее осуждали и над ней смеялись. И что же? Эта барыня так сильно чувствовала свое горе, что через неделю сошла с ума, бросилась в пруд и утопилась. И так нельзя знать, каким фразам верить, каким не верить. Иногда и правда обликается в подозрительно неестественные фразы. Для Марьи Гавриловны Иван Сергеевич на пруде Захара, где была купальня, велел устроить деревянную площадку или просто небольшое возвышение, так как место около купальни было слишком мелко, и так как Савина купалась не иначе, как в костюме, и любила бросаться в глубину, плавая, как наяда. 17 июля Иван Сергеевич ради своей милой гости к вечеру велел позвать деревенских баб и девок и задал им точно такой же праздник с вином и подарками, какой был дан им по случаю его приезда. Баб и девок собралось около семидесяти душ, и опять начались песни и пляски. Казалось, артистка наша, глядя на них, училась. Невольно иногда повторяла их напевы и движения, и под конец так развеселилась, что чуть не плясала. Ишь, расходилась цыганская кровь, сказал мне про нее Тургенев. Но он и сам был так весел, что готов был отплясывать. Он, который, конечно, во всякое другое время не вынес бы моей плохой игры на пианино, тут сам заставил меня играть танцы. Увы, плясовые песни еще кое-как удавались мне. Полька тоже кое-как сошла с рук, но мазурка не давалась. «Играй», кричал мне Тургенев, «как хочешь, как знаешь, валяй, мазурку валяй, лишь была бы какая-нибудь музыка, ну, раз, два, три, раз, ударение на раз, ну, ну». И вечер до чая прошел в том, что все присутствующие, а в том числе и сам хозяин, плясали и танцевали кто во что гораст. Не помню, в другое время или в этот же день поздно вечером Иван Сергеевич у себя в кабинете в первый раз прочитал нам и Савиной рассказ свой «Песнь торжествующей любви». Надам рассказ этот произвел сильное впечатление. Я был от него в восторге, но, признаюсь, никак не ожидал, что эта песнь будет иметь успех в нашей публике. Так и сказал Тургеневу «Очень рад, что мое пророчество не сбылось». Значит, художественное чутье публики стало гораздо откровеннее. На другой день восемнадцатого июля Мария Гавриловна вместе с своей горничной села в коляску и навсегда покинула Спаское. Мария Гавриловна Савина приехала в Спаское пятнадцатого июня тысяча восемьсот восемьсот первого года. Пребывание Савиной в Спасском было праздником для Тургенева, пишет Кони в очерке Савина и Тургенев. Кони «Воспоминания о писателях Ленинград, тысяча девятьсот шестьдесят пятый год, страница сто восемьдесят четвертая. Ваше пребывание в Спасском оставило неизгладимые следы», писал Тургенев Савиной после ее отъезда. «В эти пять дней я еще короче узнал вас, со всеми вашими хорошими и слабыми сторонами, и именно потому еще крепче привязался. Вы имеете во мне друга, которому можете довериться. Комната, в которой вы жили, так навсегда и останется Савинской». Тургенев письма том тринадцатый, книга первая, страница сто третья. Были дни, когда мы все так друг друга смешили и так хохотали, что Тургенев раз шутя сказал, «Мы точно оба сумасшедшие, и дом мой дом сумасшедших». Но все же мы непостоянно были вместе. Меня занимали мои пейзажи, его письма и вообще кабинетные занятия. Полонский был одаренным художником, увлекался рисованием и живописью с ранней юности. В 1857 году в Швейцарии Полонский брал уроки у Франсуа Диде, основателя Женевской школы пейзажистов. За время пребывания в Спасском летом 1881 года он сделал 13 этюдов маслом. Яков Петрович все лето писал виды Спасского масляными красками, вспоминает в своих мемуарах Щепкина. Его частенько можно было встретить в красивых уголках парка, сидящем под громадным дождевым зонтом от солнца за мольбертом в своей черной куртке. С какой любовью и скоростью писал он небольшие пейзажи, думалось, живопись была его врожденным талантом. Щепкина Иван Сергеевич Тургенев в Спасском Лутовинове Красный архив 1940 год номер 3 страница 207 Полонский подарил Тургеневу семь этюдов 1881 года, которые он считал наиболее удавшимися. Твои картины все обрамлены и висят у меня перед глазами и очень мне приятно смотреть на них писал Тургенев по возвращении в Бужеваль 23 сентября 5 октября 1881 года Тургенев письма том 13 книга первая страница 127 Подробно сообщение Фаниковой Спаская Лутовинова в этюдах Полонского литературное наследство том 76 страницы с 605 по 630 По вечерам иногда мы играли в шахматы Тургенев был искусный шахматист теоретически и практически изучил эту игру и хоть давно уже не играл но мог уступить мне королеву и все-таки выигрывал письмо из Парижа несколько его потревожило признаться потревожило и нас мадам Виардо писала ему что ее в нос укусила муха что нос ее распух и что она ходит перевязавши платком лицо в письме она прислала и рисунок пером изображающий профиль с перевязанным носом если это ядовитая муха и заразила кровь то это опасно я должен ехать во Францию проговорил Тургенев все бросить и твое Спаска и нас и твои занятия и ехать все бросить и ехать началось перебрасывание телеграмм из Спасского в Бужеваль из Бужеваля в Спаское слава богу ехать оказалось ненужным опухоль носа стала проходить и не предвиделось никакой опасности но что значила эта тревога перед той которая еще ожидала нас Тургенев прочел в газетах что в Брянске холера и прощай веселость остроты смех и прочее и прочее бледный позеленелый пришел ко мне Тургенев и говорит ну теперь я не живу теперь я только двигающаяся несчастная машина оказалось что слово холера на Тургенева производит нечто вроде паники поглощает все его мысли делает его почти помешанным но несколько успокоены тем что это во-первых еще очень от нас далеко а во-вторых может быть еще и ложное известие Тургенев поехал в свои ефремовские владения был у своего арендатора и к 22 июля вернулся ночью с расстроенным желудком на другой день он был еще туда-сюда читал мне придуманную им на дороге сатиру за обедом ничего не ел и затем к вечеру опять напал на него страх он не спал всю ночь и ни о чем кроме холеры не думал странный это человек Иван говорил я ему ведь холера если она и есть в трехстах верстах от нас это все равно отвечал он как бы расслабленным голосом хотя бы в Индии запала в меня эта мысль попало это слово на язык и кончено первое что я начинаю чувствовать это судороги в икрах точно там кто-нибудь на клавишах играет как я могу это остановить не могу а это разливает по всему телу тоску и томление невыразимое начинает сосать под ложечкой я ночью не сплю со мной делаются обмирания и затем расстраивается желудок мысль что меня вот-вот захватит холера ни на минуту не перестает меня сверлить и что бы я ни думал о чем бы ни говорил как бы не казался спокоен в мозгу постоянно вертится холера 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 я как сумасшедший даже олицетворяю ее она мне представляется в виде какой-то гнилой желто-зеленой вонючей старухи когда в Париже была холера я чувствовал ее запах она пахнет какой-то сыростью грибами и старым давно покинутым дурным местом и я боюсь 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 и не странно или дело я боюсь не смерти а именно холеры я не боюсь никакой другой болезни никакой другой эпидемии ни оспы ни тиф и ни даже чумы одолеть же этот холерный страх вне моей жизни тут я бессилен это так же странно как странно то что известный герой кавказский слепцов боялся паука если в комнате его появлялся паук с ним делалось дурно другие боятся мышей иные лягушек Белинский не мог видеть не только змеи но ничего извивающегося да возразил я но как скоро у них не было на глазах ни паука ни змеи ни лягушки они были спокойны это нельзя сравнивать против того другого и третьего в нашей власти взять предосторожности можно сделать так что паук в комнате будет невозможен против всего можно принять меры а какие меры могу принять я против возможности заболеть холерой никаких ты говоришь что это малодушие справедливо но что же делать новая телеграмма что в Брянске холера увеличилась и что не достает врачей окончательно повергла Тургенева в панику он уже ни о чем не мог говорить кроме холеры и тех ощущений в теле которые он преувеличивал и принимал за признаки начинающейся болезни я посоветовал ему съездить в Москву и рассеяться это нисколько не поможет сказал он самый вид его сделался какой-то растерянный он как бы обрюзк и осунулся иногда только оживленный нашим присутствием он как бы и сам оживлялся и начинал рассказывать но все-таки рассказывать такие анекдоты суть которых все-таки была холера так например рассказывал он что одному холерному слуга его стал растирать ноги больной взглянул на ноги увидел что они почернели и так испугался что мгновенно умер а ноги то у него почернели от того что слуга стал их растирать сапожной ваксиной щеткой только спустя неделю когда даже и в брянске не оказалось уже ни одного холерного иван сергеич успокоился мог опять спорить говорить и читать в спорах своих со мной иван сергеич постоянно обнаруживал крайне безотрадное пессимистическое миросозерцание никак не мог он помириться с тем равнодушием какое оказывает природа им так горячо любимая природа к человеческому горю или к счастью иначе сказать ни в чем человеческом не принимает участие человек выше природы потому что создал веру искусство науку но из природы выйти не может он ее продукт ее окончательный вывод он хватается за все чтобы только спастись от этого безучастного холода от этого равнодушия природы и от сознания своего ничтожества перед ее все созидающим и все пожирающим могуществом что бы мы ни делали все наши мысли чувства дела даже подвиги будут забыты какая же цель этой человеческой жизни впрочем от таких тяжелых мыслей был недалек переход и к веселым картинкам нашей земной жизни к тем картинкам которые подносят нам римские писатели и французские классики прошлого столетия Тургенев забыл по-гречески но латинские книги читал еще легко и свободно ему очень нравилось выражение Бекона Арс эст хомо аддитус натуре искусство есть человек добавленный к природе и выражение Паскаля люди не могли дать силы праву и дали силе права иногда он вслух читал или заставлял меня читать монологи из Корнеля Мольера и других иногда сравнивал наши русские переводы с подлинниками и прочее и прочее старый французский поэт восемнадцатого столетия отысканный им в своей библиотеке Жан-Батист Руссо иногда несказанно забавлял его своими коротенькими рассказами в стихах о католических священниках и исповедниках дурная погода поневоле заставляла Ивана Сергеевича Тургенева зарываться в книгах кроме книг газеты ежедневно приходили к нам но нельзя сказать чтобы мы охотно читали их однажды если не ошибаюсь 2 августа Тургенев прочел в новом времени известие что он пишет детские повести а я а я у него гощу в деревне подобное же сообщение появилось в Орловском вестнике номер 157 6 18 сентября 1881 года говорят Иван Сергеевич Тургенев готовит к печати новое сочинение и сказки для детей в парижском архиве писателя хранится рукописный титульный лист детской книжки составленной самим Тургеневым такого содержания рассказы и сказки для детей Ивана Тургенева Первый перепелка Бужеваль 1882 По всей вероятности Тургенев предполагал издать специальный сборник для детского чтения однако замысел этот не осуществился А что сказал я шутя если напечатают что я даю гвоздь а ты добиваешься меда из ржавой подковы Нет возразил он со смехом ты доишь гвоздь а я держу шайку Дожди в такое время когда созрела рожь и пора было жать ее не раз заставляли Тургенева сокрушаться и есть хлеб и нет хлеба восклицал он каждый такой день в России приносит ей миллионные убытки или чувствуя как его пробирает холод Тургенев говорил как бы в отчаянии ну разве можно жить в таком климате нет уже и в помине тех тропических орловских жаров которые я помню увы точно такое же лето в 1882 году больной провел он в своем бужевале во Франции там такие же были постоянные дожди и такие же холода тогда тогда как у него в Спасском лето было ясное и постоянно жаркое раз на Ивана Сергеевича утром напала какая-то странная тоска вот такая же точно тоска сказал он напала на меня однажды в Париже не знал я что мне делать куда мне деваться сижу я у себя дома догляжу на Сторы а Сторы были раскрашены разные были на них фигуры узорные очень пестрые вдруг пришла мне в голову мысль снял я Стору оторвал раскрашенную материю и сделал себе из нее длинный оршинов полтора колпак горничные помогли мне подложили каркас подкладку и когда колпак был готов я надел его себе на голову стал носом в угол и стою веришь ли тоска стала проходить мало-помалу выдворился какой-то покой и наконец мне стало весело а сколько тогда тебе было лет да это около двадцати девяти но я это и теперь иногда делаю колпак этот я берегу он у меня цел мне даже очень жаль что я его сюда с собой не взял а если бы кто-нибудь тебя увидел в этом дурацком положении и видели но я на это не обращал внимания скажу даже мне было это приятно в тот же день как происходил этот разговор за обедом Тургенев сказал мне вообрази следующий рассказ и как бы Свифт им воспользовался о Свифт это великий человек я высоко ценю его вообрази себе следующее на нашу планету вдруг бог знает откуда попала какая-то странная книга ни материи из какой она сделана ни букв ничего понять нельзя наконец наши ученые с большим трудом нашли способ разобрать ее и узнали что книга эта занесена и попала к нам с другой какой-то планеты и разобрали в ней следующее общество на той нам неведомой планете стало почему-то хандрить словом на него нашло какое-то тяжелое мучительное настроение и вот один из тамошних профессоров чтобы рассеять его или утешить стал с ним беседовать представьте себе говорил он что есть планета для жителей которой никогда не появляется из облаков рука божества никогда их не благословляет и никогда не ограждает их не можем себе этого и представить говорят ему обитатели той планеты зачем вы нам это говорите это невозможно так как без этого и жить нельзя я сам думаю что жить нельзя но представьте себе следующее есть планета где люди умирают не так как у нас ровно через сто лет в глубокой старости а умирают во все возрасты начиная с детства какой вздор может ли это быть этого даже мы и представить себе не можем это был бы вечный страх и опасение за жизнь свою и за жизнь нам близких это неестественно а стало быть такой планеты и быть не может или представьте себе что есть планета на которой является вождь покоряет народы и все пред ним преклоняются и в руках его власть от которой зависит не только судьба но и жизнь каждого ну уж это сказки как вам не грех говорить нам точно детям такие несообразности о я сам знаю что это невозможно что это несообразно но неужели же нет у вас воображения и вы себе не можете этого представить даже и представить себе этого не можем ну положим однако же хоть следующее неужели невозможно такая планета где почва вовсе не составляет питательной пищи где люди иногда с великим трудом должны добывать себе кусок хлеба ах какой вы говорите вздор как вам не стыдно ну может ли это быть чтоб сама почва не питала жителей или не годилась бы в пищу чем бы они питались это было бы великое горе и несчастье но к счастью это не естественно это вне законов природы а потому молчите или убирайтесь мы вовсе не желаем слушать вас о я знаю что все что я говорил вам и невозможно и неестественно но я только просил вас представить себе эту невозможность как нечто возможное или как нечто естественное для того только чтобы вы не хандрили и были довольны тем что дает нам наша жизнь жизнь конечно еще далекая от того чтобы быть совершенной я думал что представляя себе нечто ужасное вы легче помиритесь со своей судьбой ах отвечало все общество этому профессору не нужно нам ваших выдумок говорите серьезнее такова была фантазия Ивана Сергеевича фантазия это признаюсь тяжелая произвела впечатление удивляюсь почему Иван Сергеевич ее не обработал и не поместил в число своих стихотворений в прозе Тургенев возможно рассказывает сюжет одного из неосуществленных стихотворений в прозе под названием планета перечень сюжетов впервые опубликован в томе 13 сочинении Ивана Сергеевича Тургенева я еще в Спасском читал их когда он переписывал их в тетрадь с черным переплетом и по словам его не предназначал для печати но мало ли что приходило в голову Ивану Сергеевичу не все же ему было записывать и затем печатать как подумаешь какие требования от жизни ставил Тургенев и невольно поймешь почему иногда находила на него тоска и отчего такая неэстетическая болезнь как холера до глубины души возмущала его и приводила в ужас чем хуже была погода тем долее засиживались мы по вечерам и тем позднее вставали однажды ночью когда я уже собрался лечь спать а жена моя писала письмо к нам в дверь постучался Иван Сергеевич с выражением ни то испуга ни то удивления вошел он к нам в своей коричневой куртке и говорит что за чудо стучится ко мне в окно какая-то птичка так и бьется в стекло что делать жена моя пошла с ним в его кабинет и минут через пять приносит в руках своих маленькую птичку гораздо меньше воробья с черными очень умными глазками птичка эта тотчас же влетела в комнату как только открыли окошко сначала не давалось в руки но потом когда ее поймали очень скоро успокоилась только поворачивала головку и поглядывала то на Тургенева то на жену мою какая это птичка Тургенев не мог сказать он знал только что птички эти появляются в Спасском перед осенью он уже видел их несколько в цветниках на тычинках перед террасой и как он заметил это пророчило раннюю осень птичку посадили в корзинку и она уселась в ней точно в собственном своем гнездышке не обнаруживая ни беспокойства ни недоверия корзинку с птичкой отнесли в пустую Савину комнату так стали мы называть ту комнату где ночевала Мария Гавриловна Савина и поставили на окно на другой день утром когда проснулись дети корзинка эта была вынесена на террасу и гостья птичка выпущена на свободу помню как она взвелась полетела по направлению к церкви и потонула в сером утреннем воздухе вот полетела на волю сказал Тургенев а какой-нибудь копчик или ястребок скогтит ее и съест в этом посещении птички Иван Сергеевич готов был видеть нечто таинственное впрочем сказал он все так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному и всегда сопровождается пустяками чем ближе подходило время к августу тем все более и более какая-то меланхолическая грустная струнка звучала в душе и словах Ивана Сергеевича почему-то он был убежден что умрет 2 октября того же года не потому ли что 1881 год по сумме цифр совпадал с 1818 годом когда он родился ни за что бы я не желал быть похоронен нам говорил он на нашем спасском кладбище в родовом нашем склепе раз я там был и никогда не забуду того страшного впечатления которое оттуда вынес сырость гниль паутина мокрицы спертый могильный воздух да если бы Иван Сергеевич и желал быть похороненным в этом склепе едва ли бы это было возможно склеп помещался под полом каменной часовни часовня это с фронтонами колонками и круглым куполом издали похожее на павильон уже полуразрушена железные двери ее заржавели карнизы обвалились штукатурка местами обнажила кирпич крест на куполе нагнулся точно хочет убежать мне хотелось проникнуть в эту усыпальницу но Иван Сергеевич меня туда не пустил там того гляди на тебя что-нибудь обрушится не ходи с этой часовни я сделал мой первый этюд в Спасском я писал с натуры издали с верхнего балкона в очень дурную пасмурную погоду и неудачно первый блин вышел комом но рисунок часовни этой так же как и дома сделанной из фотографии можно видеть и в журнале Нива в номере сорок втором 1883 года около часовни растут деревья кое-где еще торчат памятники в виде каменных покачнувшихся столбиков и виднеются плиты заросшие травой и бурьяном это старое господское кладбище на котором уже никого более не хоронят на одном из памятников этого покинутого кладбища Иван Сергеевич припомнил следующую эпитафию бог ангелов считал одного не доставало и смертная стрела на лизоньку упала эта эпитафия сказал мне Иван Сергеевич когда мы с ним гуляли эта эпитафия была начертана на одном из камней под которым была погребена девочка дочь жившего или гостившего у нас когда-то архитектора может быть тогда когда еще строили или отделывали наш старый сгоревший дом когда я был еще мальчиком я часто забегал и на кладбище раз помню через нашу деревню проходил какой-то полк это было еще в царствовании Николая дорога шла около самого кладбища я был там и смотрел на проходивших солдат был июль день был знойный вижу к памятнику подходит какой-то старый старый капитан кивер в виде ведерка в чехле штаны в сапогах на голенищах следы засохшей грязи седые усы пыль пыль по самые брови усталый сгорбленный увидел он надпись на камне и стал медленно читать бог ангелов считал прочел плюнул выругался самый что ни на есть площадной руганью и пошел дальше помню как это меня озадачило но разве в этой ругани не сказалась вся жизнь его бедная скучная тяжелая бессмысленная и безотрадная и то сказать если мужику которого только что высекли в волосном правлении или который только что вернулся верст за двадцать в свою семью брюзгливую злую от того что есть нечего начать читать стихотворения Пушкина или Тютчева если бы он даже и понял их непременно бы плюнул и выругался до стихов ли в особенности нежных человеку забитому нуждой и всякими житейскими невзгодами Тургенев стал перечитывать романы Льва Николаевича Толстого и от многих страниц приходил в восторг 29 июля вечером вдруг послышался звон почтового колокольчика затем топот лошадей стук щебня и кто-то подъехал к террасе Тургенев никого не ждал и очень обрадовался когда вошла в гостиную одна ему знакомая девушка Ль проездом в деревню к брату она заехала на один день в Спаское чтобы повидаться с Иваном Сергеевичем с которым была в переписке и которого очень любила Тургенев всегда более или менее оживал в дамском обществе особливо если встречал в нем ум красоту и образованность Ль была очень мила и образована в кабинет где мы все разместились Захар принес чай завязалась беседа говорили о музыке Тургенев полагал что музыка в России пока то же что литература до Пушкина то есть не стало еще нашей потребностью нашим так сказать насущным хлебом и прочее и прочее говорил что из прежних русских композиторов он высоко ставит глинку а из новейших всем другим предпочитает Чайковского был уверен что в России не найдется и двадцати человек которые бы свободно могли читать ноты что конечно несправедливо потом говорили о графе Льве Николаевича Толстом на другой день утром Тургенев вынес к нам роман война и мир и мастерски прочел нам вслух из первой части глава тринадцатая как мимо Багратиона шли в сражении с французами два батальона шестого егерского полка они еще не поравнялись с Багратионом а уже слышен был тяжелый грузный шаг отбиваемый в ногу массой людей Тургенев дочел всю эту главу до конца с видимым увлечением и когда кончил сказал поднимая голову выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из европейских литератур вот это описание вот как должно описывать все невольно согласились с Иваном Сергеевичем и Тургенев точно какой клад нашел все еще радостно доказывал нам до какой степени хорошо это описание тридцать первого июля утром Эль уехала снабженная пледом склянкой с марсалой и жареными цыплятами в это время серые лохматые тучи бродили по небу угрожая дождем и бурей проселки были плохи мосты едва держались овраги и колеи были размыты а что если за обедом сказал Иван Сергеевич если мы получим от Эль такую телеграмму опрокинули одна нога отшиблена а ребро переломано еле жива а впрочем благополучно доехала ну сказал я в таком случае ты непременно должен будешь поехать навестить ее и вдруг с тобой на дороге случится то же самое тебя прокинут ты переломишь руку расшибешь нос еле живой приедешь к ней останешься там пока не выздоровеешь за тобой будут ухаживать ты влюбишься и посватаешься и пошлю телеграмму я женюсь пришлите револьвер а знаешь ли продолжал он какая самая неправдоподобная телеграмма могла бы быть послана от каждого из нас двоих какая сегодня вступаю в должность министра народного просвещения да это было бы неправдоподобно засмеялся я следующие дни Тургенев перечитывал роман графа Толстого Анна Каренина но удивляясь графу Толстому и высоко ценяя его как бытового писателя и как великий талант Тургенев все-таки иногда смотрел на него с своей нравственно-эстетической точки зрения иначе сказать меруя своего понимания людей мерил его понимание и оставался не всегда доволен так например перечитывая роман Анна Каренина Тургенев никак не мог понять отчего граф Толстой так очевидно пристрастен к Левину тогда как этот Левин для него Тургенева антипатичен до нельзя и разумеется Тургенев был в этом случае недоволен вовсе не недостатком творчества в авторе а тем что по его мнению этот первенствующий герой романа Левин хуже Вронского хуже Облонского эгоист и себелюбец в высшей степени за что же автор за ним так ухаживает Неужели же говорил мне Тургенев Ты хоть одну минуту мог подумать что Левин влюблен или любит Китти или что Левин вообще может любить кого-нибудь Нет любовь есть одна из тех страстей которая надламывает наше я заставляет как бы забыть о себе и о своих интересах Левин же узнавши что он любим и счастлив не перестает относиться с своим собственным я ухаживает за собой ему кажется что даже извозчики и те как-то особенно с особенным уважением и охотой предлагают ему свои услуги Он злится когда его поздравляют люди близки Китти Он ни на минуту не перестает быть эгоистом и носится с собой до того что воображает себя чем-то особенным психологически все это очень верно хотя я не люблю психологических подробностей и тонкостей в романе но все эти подробности доказывают что Левин эгоист до мозга костей и понятно почему на женщин он смотрит как на существ созданных только для хозяйственных и семейных забот и дрязг говорят что сам автор похож на этого Левина это едва ли все может быть это только одна из сторон его характера всецело перешедшая в характер Левина и в нем художественно обработанная но я все-таки не понимаю чему тут сочувствовать ни одна любовь продолжал Тургенев всякая сильная страсть религиозная политическая общественная даже страсть к науке надламывает наш эгоизм фанатики идеи часто нелепой и безрассудной тоже не жалеют головы своей такова и любовь долго еще на эту тему говорил Тургенев но всего я не помню а потому не довожу до конца моей беседы будь все время сухая теплая погода может быть нам и не пришлось бы так часто сходиться с Иваном Сергеевичем и так часто беседовать хорошая погода может быть и потянула бы нас в разные стороны но 1 августа например было так сыро и холодно что Тургенев пришел ко мне и говорит ну брат я с сегодняшнего дня буду природу называть хавроньей и везде вместо слова природа ставить слово хавронья попадется книга под заглавием бог и природа буду читать бог и хавронья лучше уж попросту назови ее свиньей и вместо слов на лоне природы пиши на лоне свиньи да надо только эту свинью в руки взять задумавшись произнес Тургенев да как же ты ее в руки возьмешь да так как взяли ее французы заставили ее расти цвести и плоды приносить в этом то и задача культуры уметь победить природу и заставить ее служить себе из хавроньи сделать кормилицу так сказать приурочить ее к человеку и к его потребностям кажется мне что на это я сказал ему ну брат наша русская природа не из таких чтоб можно было так же легко как французам запрячь ее и поехать нам нужно в двадцать раз больше ума и силы воли чтоб заставить ее так же расти цвести и плоды приносить иначе сказать вполне вознаграждать того кто над нею работает тот и есть весь вопрос в том будет ли Васька Буслаев на это способен Васька Буслаев да читал ли ты былину о Ваське Буслаеве Васька этот тип русского народа я высоко ставлю эту поэму тот кому она пришла в голову живи он в наше время был бы величайшим из русских поэтов и Тургенев стал анализировать характер и подвиги Васьки Буслаева этого в своем роде нигилиста которому все ни по чем нашим крайним славянофилам едва ли понравился бы этот анализ Тургенева 2 августа природа как будто испугалась что Тургенев станет называть ее хавроньей появилось немножко солнца немножко голубого неба и немножко летнего тепла но Тургенев по-прежнему хандрил перед обедом прилег на диван перед овальным столом из карельской березы сложил руки и после долгого долгого молчания сказал мне можешь ли ты пятью буквами определить характер мой я сказал что не могу попробуй определив всего меня пятью буквами но я решительно не знал что ему ответить скажи трус и это будет справедливо я стал не соглашаться так как в жизни его несомненно были дни и минуты которые доказывали противное но Тургенев стоял на том что он трус и что у него ни на копейку воли нет да и какое ждать от меня силы воли когда до сих пор даже череп мой срастись не мог не мешало бы мне завещать его в музей академии чего тут ждать когда на самом теме не провал приложи ладони ты сам увидишь ох плохо плохо что плохо жить плохо пора умирать эту последнюю фразу Тургенев часто повторял себе поднос в последние дни своего пребывания в Спасском в немногие хорошие дни когда ветер подувал с востока теплый мягкий а пестрые тупые крылья низко перелетавших сорок мелькали на солнце Тургенев просыпался рано и уходил к пруду посидеть на своей любимой скамеечке раз проснулся он до зари и как поэт передавал мне свои впечатления того что он видел и слышал какие птицы проснулись раньше до восхода солнца какие голоса подавали как перекликались и как постепенно все эти птичьи напевы сливались в один хор ни с чем не сравнимый не передаваемый никакой человеческой музыкой если бы было возможно повторить слово в слово то что говорил Тургенев вы бы прочли одно из самых поэтических описаний так глубоко он чувствовал природу и так был рад что в кои-то веки на ранней заре в чудесную погоду был свидетелем ее пробуждения иногда после обеда все мы ездили кататься и заезжали в лес собирали грибы и рвали еще неспелые орехи Тургенев не отставал от детей эти прогулки несомненно благотворно влияли на его одинокую часто унылую душу он из-за границы не позабывал о них вот что зимой 1882 года собираясь в феврале приехать в Россию писал он в маленьком письме к моей маленькой дочери летом мы будем опять в Спасском и будем опять ходить в лес и кричать что я вижу какой прелестный подберезник за тем летом 1882 года к ней же писал он в Спасское как был бы я рад ходить с тобой как в прошлом году по роще и отыскивать прелестные подберезники с большим удовольствием рассказал бы тебе сказку и послал бы тебе одну главу но голова моя настоящий пустой бочонок из которого вылито все вино и стоит он кверху дном так что и новое вино в него набраться не может если же однако поправлюсь то напишу тебе сказку именно о пустом бочонке так и второго августа с прогулки вернулись мы когда уже погасла заря на темном небе загорались звезды а по горизонту бегали зорницы вернувшись в дом Тургенев тотчас же взял свечу и пошел смотреть на барометр увы барометр падал Тургенев не поверил барометру на другой день 3 августа утром он собирался выехать в Тулу и ему не хотелось верить в возможность дурной погоды но не обманул барометр ночью небо покрылось тучами зашумел дождь и раскаты грома разбудили нас я уже собрался покинуть с Паской Тургенев тоже был на отлете надо было ехать во Францию осиротеет там мой бедный нос осиротеет говорил Тургенев там уж нельзя будет к нему подносить табакерку или табачком угощать его кончено зная с каким удовольствием а может быть и не без пользы нюхает Иван Сергеевич табак и как трудно отвыкать от такой привычки я спросил почему же в Париже он должен будет перестать нюхать нельзя отвечает он там дамы мои не разрешают мне ну ты нюхай в их отсутствии и этого нельзя подойдут услышат запах и Тургенев прочел мне при этом им сочиненное французское четверостишее по поводу своего носа сиротеющего без табакерки очень сожалею что не записал этого насмешливо грустного придуманного им четверостишее любой французский автор вклеил бы его в свой водевиль или в либретто для комической оперы перед своим отъездом он даже стал нюхать табак как можно реже чтобы постепенно от этого отучить себя и наконец тяжело вздохнув отдал свою табакерку моей жене о том как живется ему в Париже и в каких отношениях он стоит к госпоже Виардо Иван Сергеевич постоянно умалчивал да никто из нас и не решался его об этом расспрашивать мы только молча удивлялись как мог он так подчиниться французскому сухому и узкому режиму он такой гостеприимный и свободолюбивый но чужая душа потемки и я никогда не позволял себе быть судьей его В письме к Гальперину Каминскому 1887 год Полонский все же попытался объяснить тайну великой привязанности Тургенева к Полине Виардо такой же как и русский писатель на редкость артистической натуре такой же художницы Мария Гавриловна Савином прочитав это письмо была поражена верностью характеристики данной Полонским Тургенев и Савина страницы 102 103 С приездом князя Мещерского вечера наши последние вечера в Спасском оживились музыкой иногда пением Я и забыл сказать что Тургенев не раз припоминал себе тот невыразимый восторг в какой когда-то повергло его художественное исполнение госпожой Виардо лучших ее ролей Он припоминал каждое ее движение каждый шаг даже то впечатление ужаса которое производила она не только на портер даже на оперных хористов и хористок Раз при Григоровиче он так увлекся своими оперными воспоминаниями что встал и жестикулируя начал петь какую-то арию Теперь некрасивая игра князя Мещерского ни пение госпожи Щ ничто уже не могло вполне удовлетворять его Все это только терпеливо выносилось им как любезным хозяинам и только Однажды пришли ему сказать что спасские мужики пригнали к нему в сад целый табун лошадей и я видел сам как паслись эти лошади на куртинах между деревьями Тургеневу было это не особенно приятно он подошел ко мне и говорит велел я садовнику и сторожу табун этот выгнать и что же ты думаешь отвечали ему мужики попробуй кто-нибудь выгнать мы за это и морду свернем вот ты тут и действуй расставя руки произнес Тургенев и оба мы рассмеялись действительно никакого действия нельзя было придумать перед самым моим отъездом в саду наедине Тургенев рассказал мне содержание еще придуманной им повестушки под заглавием дикарка смутно я помню его рассказ но главную суть его могу рассказать в нескольких словах в уездном городке живут две старухи при них племянница девушка дикарка не потому чтобы она дичилась людей а потому что эксцентрично и своевольно и игриво в высшей степени делает все что ей не вздумается благочестивые тетки терпеть ее не могут вся привязанность их сосредоточена на одном коте которого они вырастили откормленный кот этот был постоянно при них и был предметом их заботливого за ним ухаживания в доме их живет постоялец молодой человек офицер вышедший в отставку очень честный простой и смиренный малый очень добрый и благоразумный мало-помалу жилец и племянница друг в друга влюбляются хотя об этом и не говорят его шокируют ее шалости даже ее нецеремонное с ним обращение ему не нравится он ее беспрестанно журит она становится несколько сдержаннее ибо любит его и уверена что будет женой его вдруг у ее теток пропадает кот а через два или три дня кота находят убитым в их огороде или в каком-то овраге подозрение старух падает на племянницу жилец тоже выслушивает их жалобы на своевольную девушку и тоже убеждается что по всем признакам это дело рук ее это его и огорчает и возмущает и вот когда девушка приходит к нему в комнату он начинает читать ей нотацию что она не только не умеет вести себя она злая если позволяет себе такие жестокости ведь это вы убили кошку сознаетесь да это я ее убила отвечает ему страшно побледневшая девушка она все ему могла простить но он поверил клевете и этого она никогда не простит ему с тех пор она избегает жильца смеется над ним и выходит замуж за посватывавшегося за нее чиновника в такую минуту когда страсть к ней вырастает в нем до боли особо после того как раскрылось кто убил кота и выяснилось до какой степени своевольная девушка нисколько не причастна к этому делу конечно сюжет этот обработанный Иваном Сергеевичем не уступил бы другим его повестям и рассказам но ничего бы не прибавил к его литературной славе влюбленных и в то же время рефлектирующих нерешительных молодых людей немало уже выведено было на сцену даже самим Иваном Сергеевичем рассказы эти доказывают только что голова Ивана Сергеевича постоянно работала над разными сюжетами и что будь здоров он и проживи еще хоть лет десять русская публика прочла бы немало превосходных рассказов вроде песни торжествующей любви или Клара Милич а может быть и дождалась бы нового общественного романа с новым нам современным героем Иван Сергеевич думал все чаще и чаще как бы ему опять водвориться в России иначе сказать отвыкнуть от Франции и от французов которых он не раз называл копеечниками простившись своим старым другом и с его усадьбой я один без семьи через Москву уехал в Питер через две недели в конце августом Тургенев из Спасского переехал в Петербург и торопился очень торопился в Париж хотя ему туда и не хотелось ехать он остановился наверху в европейской гостинице заставать его дома было трудно обыкновенно я заходил к нему рано утром чай пить на другой день его приезда я и Топоров обедали с ним у Донона в садике Тургенев был здоров и очень весел говорил стихи вспоминал о Спасском и уверял что скоро может быть к новому 1882 году мы его опять увидим говорил о живописи о немецкой и французской школах последнюю он ставил выше первой особливо по части пейзажей потом в конце обеда мы чокались и пили за здоровье друг друга не предвидели что мы уже никогда друг с другом не увидимся на другой день Тургенев нехотя вторично должен был ехать в царское село к Г.И.Н. чтобы через его содействие похлопотать о пенсии для одного бедного труженика к четырем часам он вернулся я пришел к нему в номер часа за два до его выезда за границу он встретил меня следующими словами скажи по совести что бы ты подумал о человеке который едет в город для того чтобы сделать одно нужное необходимое для него дело думает об этом всю дорогу а приехавший совершенно об этом забывает ездит по гостям да по разным поручениям хлопочет о других и вспоминает о деле только тогда когда ему надо выехать я не понял о ком это он говорил и шутя сказал ему ну это какой-то степка растрепка ну так вот этот степка растрепка я вообрази я с тем и ехал сюда чтобы побывать у гинсбурга и справиться есть ли у меня какой-нибудь документ в доказательство того что в конторе его находится моих 40 тысяч рублей и если нет то чтоб он дал мне на эти деньги квитанцию и совсем забыл и тут он заторопился чтоб в один час успеть быть в конторе у гинсбурга и вернуться в гостиницу за своим чемоданом я дождался его возвращения он вернулся усталый но уже совершенно успокоенный надо было опять спешить чтобы ехать на станцию железной дороги мы крепко обнялись и поцеловались это было наше последнее расставание топоров сел с ним в карету чтоб проводить его до станции я остался кем доставать 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 Продолжение следует...